Сегодня у нас очень важная и нужная тема. Я сегодня расскажу вам полный курс технического анализа. И я вам буду рассказывать его так, чтобы он у вас работал. Потому что вы уже знаете что-то о техническом анализе. Я у вас 100% тут не первый. Я сегодня расскажу, как сделать так, чтобы это все стало работать. Это действительно работает. И я там, у живое подтверждение. Перед вами график моей доходности, который наглядно демонстрирует, что это работает. График доходности за несколько лет. Мне могло повезти раз, два, но мне не может везти несколько лет подряд. И это наглядная иллюстрация того, что это работает. Если это работает в моем случае, если это работает в случае моих студентов, значит и у вас это тоже будет работать. Есть, правда, небольшой нюанс. Тот технический анализ, про который я буду говорить сегодня, он не вяжется с тем, который вы можете где-то узнать, где-то прочитать в интернете и так далее. Ну, это и неудивительно. Потому что, в общем-то, сегодня я буду рассказывать вам свой опыт и то, что работает. А это обычно никто не знает. И, к сожалению, в русском сегменте Ютуба и вообще в целом в русском сегменте вы вряд ли сможете встретить подобные материалы. Их реально ни у кого нет. Вот я сегодня первый, кто будет говорить вам так, как нужно, чтобы вы зарабатывали. В русском Ютубе вы больше никогда это не увидите. Только у меня. Поэтому я был бы рад, если бы вы подписались, поставили лайки и что обычно тут делают. Итак, анонс. Первое, что мы сегодня изучим, как и почему двигается рынок. Уже этого будет достаточно для того, чтобы начинать потихонечку втягиваться в процесс и как минимум сидеть в нуля. Второе, мы изучим уровни поддержки и сопротивления. Такие, которые действительно будут работать, и не такие, которые ставит большинство. Мы построим уровни поддержки и сопротивления, которые будут 100% работать и давать реакцию рынка. Следующее, мы изучим графические модели. Но мы не будем учить паттерны и зазубривать их, как об этом учат в онлайн школах. Вот видишь, вот такую фигуру, зазубри и будет работать. Не будет работать. Мы сегодня будем обсуждать, как сделать так, чтобы графические модели работали и поймем их логику и внутреннюю структуру. Тоже относимся к свечным моделям. Мы не будем с вами зубрить свечные модели. Мы узнаем самое важное, самое нужное, что нам вообще необходимо использовать при применении свечных моделей. Также я вам расскажу немного про индикаторы. Индикаторы, которые работают на рынке и которые можно использовать в своей торговле начинающим. Которые могут давать хорошие точки входа, выхода и которые вообще в целом работают. Со своей стороны, помимо лайков, там вся вот эта вот история, я прошу вас сейчас взять тетрадку, либо листок бумаги и ввести конспект того, что я говорю. Это очень важно, потому что если вы просто прослушаете этот курс, у вас, извините за такую банальщину, но у вас в одно ухо влетит, в другое вылетит, вы ничего не заработаете на рынке. А мне бы очень хотелось, чтобы вы заработали. Потому что если вы заработаете на рынке, вы первым делом пойдете и будете благодарить меня, будете покупать и мои платные курсы обучения и так далее. У меня уже много людей, которые поступали подобным образом. Поэтому мой интерес, чтобы вы заработали. Если вы хотите заработать, пожалуйста, введите сейчас конспект. Вы, конечно, можете ввести конспект и на планшете, и просто там в компьютере или как, где вы смотрите, но этот конспект нужен. Не пытайтесь сейчас это видео быстро вот так вот посмотреть, там в перемотке во второй скорости, тоже эффекта не будет. Ничего страшного, если вы за сегодня не посмотрите его. Вернитесь к этому видео завтра. Вернитесь к этому видео послезавтра. Разбейте, поставьте себе цель. Вот я в день смотрю 20 минут, например, этого видео. И каждый день возвращайтесь, и 20 минут уделите этому. Более чем достаточно, 15-20 минут не нужно больше. Но делайте это каждый день. И потом, через несколько дней, вы изучите весь материал, у вас будет готовый конспект. И, по сути дела, это ваша шпаргалка, это то, что у вас будет работать. Для начала мы с вами начнем вообще в целом с рынка. Рынок представляет из себя разные участники. Я запишу, что у рынка есть участники. Они бывают разные. Есть мелкие. Это мы с вами, возможно, какие-то просто миллионеры и так далее. И давайте я запишу в скобочках до 10 миллионов рублей. Сумма конкретно зависит от рынка, от инструмента, от разных параметров. Но чтобы у вас в голове была какая-то картинка, кто такие мелкие участники, я сказал эту сумму. Понятное дело, что если это акции прям какого-то неликвида, там Тульского свечного заводика, хотя что там за акции, я не знаю, то там вполне вероятно стать крупным участником и с депозитом там 500 или миллион. Ну и, конечно же, крупные участники. Это более 10 миллионов. Всевозможные хедж-фонды, разные брокерские организации, профучастники и так далее. Есть также маркетмейкеры. Маркетмейкеры – это профучастники. Они не кукловодят ценой, как об этом пишут в интернете. Это заблуждение. Маркетмейкеры – это профучастники, которые выкупают повышенный спрос либо предложение. Если спроса предложения на рынке недостаточно, тогда приходит маркетмейкер, который своей позиции помогает движению цены. Не создает ее, а просто помогает наполнить ваши позиции. Крупные участники, в свою очередь, делятся на две категории. Вообще категорий много, но для нас будет две. Первая категория – это портфельные. Я запишу просто портфель. Например, есть портфельные инвестиции в портфельные управляющие. И в каждом портфеле есть набор правил, грубо говоря. Например, в портфеле указано, что 90% должно находиться в облигациях, а 10% должно находиться в акциях «Газпром». Ну и в случае, если, например, акция «Газпром» резко выстреливает наверх, допустим, естественно, позиции в пропорции денежной становится здесь больше ценных бумаг. И портфельные управляющие вынуждены делать разбалансировку и продавать часть акций «Газпром». В итоге цена на это будет определенным образом реагировать. Об этом чуть-чуть попозже. Портфельные управляющие не создают никакой манипуляции рынком. Во-первых, они могут сделать, конечно, но им нет никакого смысла это делать. Потому что у них есть определенная пропорция в портфеле ценных бумаг, и они следуют этой пропорции. В особенности, если это крупная компания с лицензией Банка России, например. Если они будут делать отсебятины, то вполне вероятно, они получат нагодяй от Центрального банка. И вполне вероятно, если они сильно будут этим злоупотреблять, Банк России решит их лицензии. Поэтому портфельные управляющие зачастую просто следуют своему портфелю. В портфельные управляющие могут быть и пенсионные фонды, и банки, и так далее. Следующая категория я записал «Другие». Следующие крупные участники я написал «Просто другие». Эти крупные участники, которые зарабатывают конкретно на спекулятивной разнице, на дивидендах и так далее, и так далее, у которых нет портфельной какой-то инструкции, которые просто зарабатывают на курсовой разнице. Вот эти товарищи нас впоследствии и будут интересовать. Ну, как и портфельные, в общем-то. Но манипуляции ценой, движение и так далее, создают крупные участники, у которых нет жесткой привязки к портфелю, и которые не регламентированы как маркетмейкеры законодательством. Потому что маркетмейкер регламентирован законодательством. Если мы говорим про российский рынок, это федеральным законом о ценных бумагах и внутренними инструкциями Московской биржи. Любые участники делятся на две категории. Первая категория – это покупатели. Вторая категория – ну, неудивительно, наверное, продавцы. Любая сделка на бирже – это всегда две стороны. Если есть покупатель, значит, должен быть и продавец. Если продавец продает, например, 20 акций «Газпром», значит, эти 20 акций «Газпром» должен кто-то купить. Невозможно ни купить, ни продать в пустоту. Такого не бывает. Если кто-то продает, значит, кто-то покупает. Понятное дело, что есть разные варианты. Например, вы можете прийти на рынок и продать 100 акций «Газпрома». Эти 100 акций «Газпрома» вы можете продать как одному крупному участнику, который заберет их, ее у вас, например, купит. Также, например, двум участникам, и каждый из них, например, согласится купить 50 акций «Газпрома». Ну и пошли всевозможные вариации. Например, на рынок может выйти какой-нибудь крупный участник, который решит продать 1000 акций «Газпрома». И он может продавать их как мелким каким-то участникам, так же и одному крупному. Все будет зависеть и от условий, и от того, что это за инструмент, и многого другого. Покупатели и продавцы, в свою очередь, делятся тоже на две категории. Есть покупатель по рынку, есть лимитом. То же самое и с продавцами. Есть продавец по рынку и продавец лимитом. Рыночные заявки, которые используют покупатели и продавцы, покупающие по рынку или продающие по рынку, еще называют агрессивные. Лимитные заявки называют пассивные. Теперь запишите определение. Агрессивные заявки сводятся только с пассивными. В нашей схеме как это выглядит? Если у нас покупатель по рынку покупает рыночным ордером, то, соответственно, он должен свестись с продавцом лимитным ордером. Если у нас в рынке покупает кто-то лимитным ордером, значит, ему кто-то должен по рынку продать то, что он хочет купить. Только так и никак иначе. Когда вы станете уже опытным трейдером, а я все сделаю для того, чтобы вы стали таковым, через пару лет вы поймете, что есть какие-то вариации, но чтобы вам не усложнять, чтобы у вас голова не забивалась, давайте вот мы с вами договоримся, что есть вот только такое и никак иначе. Что рыночные ордера сводятся только исключительно с лимитами. А то, что я сейчас здесь написал, пожалуйста, на смартфон сфотографируйте или сделайте скриншот и себе в конспект. Ну, либо зарисуйте. Вот эта принципиальная схема, скажем так, 90% трейдеров ее не знают. И поэтому, возможно, деньги теряют. Ну, мы не теряют, а мы их забираем у них, у того, кто это не знает. И это неудивительно. Если вы не знаете этого, то вы всегда будете деньги терять. Зачем нам это нужно? На самом деле, ответ очень простой. Давайте перед тем, как я объясню, зачем это нужно, запишите еще такую фразу. Стопы. Что такое стопы, я думаю, вы знаете. Еще с детского сада должны быть знать. Но если не знаете, вот здесь вот подсказка будет. Посмотрите, поймете, что такое стопы. Зачастую это рыночные ордера. Я думаю, понимаете почему. Потому что если мы говорим про стопы, о выходе из убыточной позиции, понятное дело, что в основном используются именно рыночные ордера. Потому что нужно выйти как можно быстрее. Но я пишу зачастую. Это не всегда так. Есть ряд бирж, на которых стопы можно исполнить только исключительно имитными ордерами. Например, биржа Канады, насколько мне помнится, там нет рыночных стопов. И это целая головная боль. У меня был студент оттуда. Это была целая головная боль. Его учить работать без стопов, без рыночных стопов. Далее. Take Profit. Зачастую это лимитный ордер. Здесь важно понимать, что здесь стопы и тейки это такое условное обозначение. То есть вы можете в рынок, например, зайти через стоп-приказ. То есть поставить свою заявку, которая исполнится и будет как рыночный ордер. Точно так же вы можете, собственно говоря, зайти с помощью Take Profit в позицию. Ну и выйти из рынка с помощью Take Profit и так далее. Это все условности. Но нам это в контексте потом будет очень неплохо помогать. Вот принципиальная схема подобным образом. Лимитный ордер на покупку, рыночный ордер на продажу, рыночный ордер на покупку, лимитный ордер на продажу. Я вам показываю функционал в торговом терминале Tiger Trade. Ссылку на него я оставлю вам в описании. Ссылка будет реферальная. Если захотите купить его, я с этого получу какую-то копеечку. Совсем незначительную, если честно. Сам функционал, то есть сама вот эта панель может отличаться с другим торговым терминалом и так далее. Но суть, которую я сейчас продемонстрирую, везде одинаковая. Вне зависимости от биржи, таймфрейма, торгового терминала и так далее. Здесь у меня есть возможность Buy Market, то есть купить по рынку. Sell Market, то есть продать по рынку. Buy Limit и Sell Limit, то есть купить и продать. Лимитными ордерами. Если я нажимаю Buy Market, моя позиция моментально исполняется. Я нажал на кнопку и она сразу появилась. Появилась позиция. Нажимаю закрыть и нажимаю, например, продать по рынку. И моя позиция сразу исполняется. Если я нажимаю продать лимитным ордером, у меня в рынке образуется лимитная заявка. Вот она здесь находится у меня на рынке. Вот она, появилась у меня лимитная заявка на продажу данной криптовалюты. Но при этом здесь, обратите внимание, ничего не указано. Потому что у меня здесь нет открытой позиции. То есть моя заявка находится в рынке. И пока в рынке не появится рыночный покупатель, не исполнит мою заявку, она не исполнится. Цена может даже к ней, например, не дойти и улететь. А может быть такое, что рынок подойдет к моей заявке, чуть-чуть ее исполнит. Например, исполнится только 10 лимитных ордеров. А 10, а также останутся в рынке. Цена, например, уйдет в обратную сторону. Точно такой же алгоритм в другом терминале, в компании Finam. Здесь свой терминал. Ссылку на компанию тоже оставлю, тоже реферальная. С вашего торгового оборота что-то получу. Я нажимаю здесь заявку. Здесь у меня есть купить, продать. И можно купить по рынку, можно купить лимитом. Нажимаю купить по рынку, нажимаю подтвердить. И у меня позиция сразу же исполняется. Если я хочу, например, если я хочу купить лимитным ордером, я нажимаю кнопку купить, подтвердить. Теперь моя заявка выставилась в рынке. Вот она находится здесь. И пока в рынке не появится нужного количества рыночного продавца, она не исполнится. Теперь мы с вами запишем следующую фразу. Рыночные ордера ускоряют цену. Лимитные ордера замедляют цену. Поскольку это очень сложный пример, мы в реальности с этим не сталкиваемся. Мы когда приходим на базар, купить там мясо, там еще что-нибудь, у нас все предельно понятно. Вот есть я как покупатель, есть продавец, который продает. А в рынке получается 4 участника рынка. То есть 2 покупателя, 2 продавца. Механика у них у всех разная. И поэтому нам в этом сложно сориентироваться. Когда я только начинал 15 лет назад, у меня вообще прям полгода я пытался только вот вникнуть в это. Но мне просто объясняли это не очень хорошо. У вас совсем по-другому будет. Вот чтобы вам было попроще, представьте себе такой обычный пример. Вот вы берете и кидаете шар. И вот ваш толчок, то есть сила толчка, это рыночный ордер. Соответственно, чем больше сила толчка, чем больше рыночный ордер. И понятное дело, здесь все будет зависеть, конечно, от обстоятельств. А стена, в которую прилетит этот шар, является лимитным ордером. Если ваша сила толчка будет больше, чем лимитные ордера, то вполне вероятно, эту стену сломает. И шар полетит дальше. Если же ваша сила толчка, то есть рыночных ордеров, будет меньше, то цена отскочит от этой области. То есть от этой стены. Иными словами, если мы сейчас откроем так называемый стакан цен, вот он перед вами. Он представляет из себя следующее отображение. Здесь слева показывается цена. Цена в данном случае указана криптовалютой. А справа указаны заявки. Сверху в красной графе, там где указано красным, заявки на продажу. Снизу, там где синим, заявки на покупку. Когда цена меняется хотя бы на один тик, или хотя бы на одно значение, это означает, что в рынке появилось достаточное количество рыночных ордеров. Давайте я сейчас для удобства немного замороживаю этот стакан цен, чтобы нам проще было с этим работать. Я заморозил этот стакан цен и приблизил для вашего удобства. Чтобы цена у нас пошла хотя бы на одно деление вниз, эти заявки на покупку должны быть выкуплены. То есть в рынках должен появиться рыночный ордер как минимум на 118 заявок. 117 соответственно поглотить и на одно деление спуститься вниз. Если цена еще, если рынок еще вниз захочет пойти, ему необходимо выкупить и вот этих, и вот этих и так далее. А теперь интересный момент. Вот здесь внизу кто-то поставил очень большую заявку. И здесь всегда у нас есть вопросы. Когда мы видим такие большие заявки, у нас всегда есть вопросы. Будет ли достаточно в рынках рыночных, в нашем случае, ордеров на продажу, чтобы выкупить эту заявку? Ведь если не будет подобного, это своего рода как некая стена. Цена вполне дойдет до этой области и отскочит. Именно поэтому мы заморачиваемся с лимитными заявками, с рыночными заявками и так далее. Потому что мы должны понять и находить места, где в рынках появляются лимитные ордера крупных участников. Я записал, нас в трейдинге интересуют только крупные деньги. Нас не интересует, что делает толпа, поскольку толпа зачастую тоже будет делать какие-то там движения, манипуляции и так далее. Все это будет. Нас будут интересовать только крупные деньги. Мне приходит такая аналогия, которую рассказал в свое время мой коллега, наш куратор в нашей онлайн-школе. Он рассказал, раньше, в средние века, когда купец хотел себя как-то защитить, и на них еще постоянно нападали, он обычно шел вместе с каким-то барином, который отправлялся в другой город. И когда барин отправляется в другой город, он нанимает себе охрану. Ну и, конечно, присоединяясь, собственно говоря, к этому барину, присоединяясь к этому каравану, он как бы себя немножечко защищал. Потому что если нападут на караван, то, соответственно, нападут и на барина, а барин будет вынужден себя защищать. В рынках происходит то же самое один в один. Нас не интересует, что там вообще происходит. Нас интересует, куда смотрят крупные деньги. Мы стараемся присоединиться к ним. Потому что если крупные деньги направлены наверх, и они что-то делают, например, активно покупают, это означает, что рынок будет дальше расти. И это означает, по сути дела, нас не интересует, что там означает, что там крупный участник рынка посчитал, почему он начинает покупать. Нам важно просто присоединиться к ним, присоединиться к крупным деньгам. Потому что именно они создают рынок. Крупные участники, так же как и мы, используют два типа ордеров. Первый тип – это пассивные заявки. Когда крупный участник использует пассивные заявки, в рынке образуется своего рода как некая стена. Рынок не может сразу порубить эту пассивную заявку и, следовательно, будет от нее отпрыгивать, отскакивать и так далее, поскольку у рынка недостаточно для этого сил. Цена также может подойти к этой области и начать вот здесь потихонечку топтаться, потому что банально в рынках много покупателей, но недостаточно для того, чтобы пробить эту лимитную заявку. Как это будет выглядеть на графике, об этом чуть-чуть попозже. Важно сейчас уловить суть. И второе – это рыночные заявки. Предположим, крупный участник рынка хочет загрузить свою позицию, допустим, позицию на продажу. Предположим, крупный участник рынка хочет загрузить свою позицию на продажу. Поскольку у него очень большая позиция, он не может это сделать сразу. И, соответственно, он вынужден делать определенные манипуляции. Один из вариантов – он может, например, привести цену туда, где будут находиться стоп-приказы участников рынка, толпы, грубо говоря. Предположим, он знает, и есть определенные места, где мы тоже знаем, где это будет происходить. Он знает, что здесь много стоп-ордеров, стопов участников рынка, которые до этого продавали. Выход из продажи – это рыночная покупка, если мы говорим про стопы. Крупный участник ведет сюда цену. В этот момент начинают триггериться стоп-приказы толпы. Это рыночные заявки. Рыночные заявки разгоняют цену. Цена у нас начинает делать рывок наверх. В этот момент крупный участник начинает подкладывать свои лимитные ордера на продажу. И пока мелкие участники теряют деньги на стопах, крупный участник загружает свою позицию на продажу. Они покупают по рынку, а он в это время им продает. Естественно, цена где-то здесь захлебывается и разворачивается камнем вниз. Вот у вас появилась структура, так называемый ложный пробой. Еще называется это захват ликвидности и так далее. И потом, когда вы будете это все изучать, я думаю, что вы уже слышали нечто подобное от умных трейдеров, которые как попугаи повторяют одно и то же, но даже не понимают логику и суть. Я вам сегодня в двух минутах рассказал по сути дела суть. Знаете еще над чем подумаем? Давайте мы подумаем над следующим. Предположим, у нас есть крупный участник, у которого большая позиция. Рынок у нас идет и падает от этой большой позиции. Предположим, здесь у него большая позиция была на 100 миллионов. Рынок немного исполнил его позицию. Например, в рынках у него было 100 миллионов. Теперь осталось у него в рынке 60 миллионов. Рынок снова подходит к этой области. Что будет происходить с ценой? Конечно, оно точно так же захлебнется об эти лимитные ордера и точно так же упадет в обратную сторону. Это два, но не самых основных варианта, как используются лимитные заявки крупными участниками. Мы это все можем увидеть на графике и это прекрасно, что мы можем это понять, что деньги заходили, выходили и так далее. Рыночные заявки тоже используются крупным участникам и здесь нетрудно догадаться как. Предположим, у нас есть все та же фигура и крупный участник понимает, что сверху здесь находятся деньги, то есть находятся стоп-приказы. Вот здесь они находятся. Но перед этими стоп-приказами находятся участники рынка, которые продают, например, от этого боковика. Например, здесь боковик и здесь происходит продажа. И здесь, соответственно, заявки желающих продавать от этого боковика. Чтобы рынку пойти и добраться до этих стоп-приказов, нужно сделать рыночный ордер. И поэтому иногда крупный участник рынка делает пару заявок рыночным ордерам для того, чтобы выкупить вот этих вот товарищей и триггернуть стопы вот здесь, собрать их ликвидность. Собрать их ликвидность это еще называется, сбор ликвидности и так далее. Но первоначальный триггер происходит именно со стороны крупного участника, именно рыночным ордером. Далее, что нам необходимо знать, это то, что на рынке есть две структуры. Есть трендовая структура, есть флэтовая. Он же еще боковик. На самом деле есть, помимо вот этих двух структур, есть еще структуры. Что-то я оставлю для платных курсов своего обучения. Что-то расскажу вам. Здесь на самом деле нетрудно. Все, что вам необходимо, это следить за передвижением минимумов и максимумов. Если у нас минимумы и максимумы повышаются наверх, у нас бычий тренд. Если вниз, у нас медвежий тренд. Соответственно, если у нас минимумы и максимумы в одном диапазоне, мы имеем боковик, он же флэт. Давайте я просто назову боковик, чтобы понимать. Давайте мы с вами откроем графики и откроем таймфрейм 5 минут. Здесь важно уточнить. На каждом временном интервале будет свой тренд или флэт и так далее. И вполне может такое получиться. Нас это и будет интересовать. Впоследствии я буду говорить, что конкретно делать. Что на высоком временном интервале, например, на часовике, у нас будет тренд идти наверх. А на небольшом временном интервале у нас будут свои волны и подволны. То есть в общем небольшой временной интервал будет идти в ту же самую область, тоже наверх, но при этом здесь будут спады или росты и так далее. И вот наша задача как трейдеров на самом деле, это ловить ситуации, когда мы заходим против тренда небольшого временного интервала, но по тренду высокого временного интервала. Это самые идеальные точки, в них прям очень хорошие сделки. Для определения минимумов и максимумов нам нужно как минимум скопление свечей, то есть как минимум 4-5 свечей в одну и в другую сторону. То есть вот у нас минимум, вот у нас максимум, вот у нас минимум, вот у нас максимум, минимум, максимум, минимум, максимум, максимум, минимум. Минимум, максимум, минимум, минимум, максимум, максимум. Обратите внимание, я выделяю минимумы и максимумы, и при этом в некоторых местах я это не делаю. Например, вот здесь я не поставил максимум. Почему? А если мы с вами, давайте я приближу. Здесь этот максимум сформирован, по сути дела, двумя свечками. это не максимум это что-то другое если вы начинающий у вас будет такая ошибка что вы будете небольшие какие-то коррекции выделять как минимум максим то есть в нашем случае вы бы здесь минимум поставили здесь максимум здесь минимум здесь максимум здесь минимум максимум минимум то есть буквально пару свечек и вы бы поставили минимум и максимум так делать большинство на начале и это неправильно важно увидеть вот глазами вы должны увидеть что рынок реально тут развернулся вот это минимум а вот это вот никакой не максимум это просто свечка вот это вот максимум будто это вот максимум а вот это это не максимум тут тоже просто какая-то свечка важно видеть что было хорошее движение теперь давайте мы запишем в умном теханализе умные люди смотрят два таймфрейма я запишу т.ф. таймфрейма пожалуйста запишите это это очень важно и потом вы будете понимать насколько это важно у вас будет соблазн анализировать рынок на одном временном интервале все начинающие делают одну и ту же ошибку если они берут один временной интервал начинает на нем анализировать весь рынок так можно делать когда у вас опыт как у меня 15 лет я знаю как это делать то есть у меня уже глаз на мету я понимаю что происходит на рынке когда вы только пришли на рынок вам так делать нельзя иначе вы с огромной вероятностью просто-напросто в этом заблудитесь вам необходимо всегда будет анализировать два временных интервала зачем нам это нужно нам необходимо уловить ту самую логику которую я говорил то есть нам необходимо искать места где мы будем заходить в разворот небольшого временного интервала но в сторону большого временного интервала какие временные интервалы вам необходимо использовать вам необходимо использовать те временные интервалы таймфрейма который находится близко друг другу для этого вы должны использовать коэффициент 45 например Если я собираюсь торговать 5-минутку, M5, мне необходимо использовать коэффициент 4,5 умножить на 5, открыть большой временной интервал 25 минут. Если в вашем торговом терминале нет такого временного интервала, то есть 25 минут, 26 и так далее, в некоторых нет, открывайте то, что ближе, но ближе в большую сторону. То есть в моем случае мне необходимо открыть 30 минут, в большую сторону, не 15 минут я буду открывать, а 30 минут в большую сторону. Всегда, когда я говорю подобное, я уточняю, вот этот коэффициент 4,5, я его просто придумал. И я его говорю просто для того, чтобы вам не допускать еще одну ошибку. У нас студенты первого потока, то есть когда мы только открыли онлайн-школу, 7 лет тому назад, тогда была просто повальная проблема в этом. Студенты у нас открывали минутку, например, с одной стороны, а с другой стороны дневку. Вот просто сами задайте себе вопрос, сколько минуток находится в дневке? Ну просто жесть, да? Мне даже посчитать нужно, я даже посчитать не могу. И разумеется, в минутах будут прям большие тренды, развороты и так далее. То есть дневка вам вообще никакой информации не дает в данном случае. Если бы вы открыли 5-минутку, например, то тогда бы вы уже как-то сориентировались, у вас бы было больше информации, в какую сторону открывать рынок. Следующая ошибка, которую делают, это просто перестраховывание. Есть Александр Элдер, выпускальщик книжек, который книжек много издал по трейдингу. И у него была такая торговая стратегия, 3 экрана Элдера. И вот люди слышат звон, но не понимают, где он. Уловили вот 3 экрана Элдера и пошло-поехало. И стали использовать 3 временных интервала, кто-то уже 4 временных интервала открывал. То есть, например, смотрят 5 минут, 15 минут, часовики, чтобы была синхронизация, чтобы все таймфреймы начинали двигаться в одну и ту же сторону. Тогда бы заходили в сделку. У меня опыт 15 лет, у вас еще опыта особо нет. Я могу сказать вам, вот 3 временных интервалов использовать можно. Но лучше, чтобы вы сделали 2. Тогда у вас и сделок будет больше, и работы будет меньше. И пусть у вас, конечно, будут немножечко больше ложных входов, но зато вы всегда будете что поторговать, грубо говоря. Потому что вы посмотрите сейчас вот этот вот видеокурс, даже можно так сказать, эту лекцию, и вам будет хотеться начинать торговать. Вы сюда пришли зарабатывать, изучили уже, нужно нажимать кнопки и так далее. И теперь представьте, вы вряд ли это понимаете, но вот когда вы будете использовать 3-4 временных интервала, у вас будет очень мало сигналов на вход. Вы их очень долго будете ждать, и поскольку вы начинающий, вы будете уже выдувать, так сказать, из мухи слуна, и вот просто искать, ну что бы поторговать. В итоге найдете обязательно сигнал, в этом я даже не сомневаюсь, обязательно найдете, и обязательно деньги на этом потеряете, потому что сигнал вы найдете полное говно. Поэтому нужно учитывать тот факт, что вы пришли сюда все-таки открывать сделки, что все-таки зарабатывать, да? Поэтому используйте 2 временных интервала, и в принципе нормально. Но еще раз говорю, можно и 3-4, уже это перебор. Ровно как и 1, это тоже уже перебор. Давайте мы с вами немножечко потренируемся. И сейчас я открою, например, 30 минут. Посмотрим, что у нас происходит на рынке на 30 минутах. Здесь у нас было боковое движение. Минимумы и максимумы у нас находились плюс-минус в одной плоскости. Когда мы имеем боковое движение, вполне нормально, когда минимум и максимум как бы формируют чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Главное, чтобы они плюс-минус были в одной плоскости. Вот как у нас. После этого бокового движения у нас стали появляться минимумы и максимумы, которые направляются вниз. У нас сформировался максимум, минимум. И вот сейчас начинает только формироваться минимум, но еще не сформирован. Поэтому, возможно, минимум будет гораздо ниже. Я просто ставлю точку, как бы ориентируясь, что, возможно, здесь что-то появится. До импульса у нас был бычий тренд. Здесь мы видим, что у нас минимумы и максимумы повышались. Минимум, максимум, минимум, максимум. У нас было повышение минимумов и максимумов. До этого у нас было боковое движение. Минимумы и максимумы у нас были в одном диапазоне. До бокового движения у нас был нисходящий тренд. минимумы и максимумы у нас понижались вниз вам на домашнее задание я оставлю посмотреть минимумы и максимумы и посмотреть трендовые движения для этого вам необходимо будет открыть симулятор рынка вот здесь трейдинг юн правда есть в платной версии придется вам раскошелиться купить его и просто посмотрите историю откройте кусок истории пусть будет там например пару лет попытайтесь минимум и максимум понять да как это все двигается теперь нам необходимо знать что такое слом структуры у рынка у нас есть две структуры трендовая фл этого и вот предположим мы находимся в бычьем тренде когда здесь сломается структура тогда когда у нас формируется новый минимум ниже предыдущего тогда мы можем сказать что у нас сломала структура бычьего тренда потому что в бычьем тренде минимумы и максимумы должны повышаться а у нас новый минимум понизился следовательно структура бычьего тренда у нас сломалась это не означает что будет разворот это еще одна частая ошибка структура только сломалась и участники рынка начинают здесь усилены например продавать ожидая дальнейшее движение вниз так делать не надо важно следить за тем где будет следующий максимум вот если максимум сформировался ниже предыдущего тогда мы говорим о том что у нас произошел разворот когда мы имеем разворот давайте я запишу чтобы не городить текст и напишу оба мы должны иметь минимум и максимум ниже предыдущий это оба должно произойти не просто минимум и не просто максимум а именно и минимум и максимум предположим у нас была бы вот такая структура рынок сформировал новый минимум выше предыдущего а потом вот здесь вот максимум и пошло движение вниз это тоже слом структуры по большому счету но при этом это тоже не считается разворотом когда мы имеем слом структуры у нас возрастает вероятность разворота то есть когда мы имеем слом структуры у нас возрастает во-первых вероятность разворота во вторых смена рынка у нас возрастает и у нас всегда подвешено состояние всегда знак вопроса ну что это самая неопределенная точка если здесь в нашем случае бычий пример появится покупатели у нас рынок сделает новое движение и все у нас структура будет дальше продолжаться новым максимум минимум выше предыдущего если у нас все-таки рынок сформирует новый максимум ниже предыдущего у нас произойдет разворот вот эта точка максимально неопределенности здесь всегда знак вопроса поэтому любые паттерны которые вы будете здесь смотреть графического анализа свечного как какого угодно они здесь не работают любой анализ который вы будете здесь проводить он здесь будет не работать здесь правит хаос вот в этой точке правит хаос никто вам не может сказать что здесь будет происходить если вы в будущем будете видеть какую-то аналитику очередного яйцеголового гуся там с какого-нибудь ноунейм банка понимаете который форекс и якобы торгует там еще что-нибудь и будете видеть вот такую структуру он будет вам заливать о том что рынок дальше развернется знаете это либо дилетант либо мошенник кое конечно на руси немало никто не может сказать что здесь будет происходить потому что низкая цена будет привлекать покупателей мы никогда не знаем сколько здесь будет покупателей хватит ли их сил для того чтобы дальше пойти наверх и так далее но если у нас произошел разворот со сломом структуры здесь важно следить за тем как это все происходило если у нас произошло резкое движение вниз с пробоем последнего минимум да вот произошел такой импульс вниз есть вероятно что это крупный капитал если у нас давайте запишу что это крупный игрок давайте такси запишу что есть вероятно что это крупный игрок далее если у нас рынок например сформировал такое движение из происходит разворот у нас тоже есть вероятность что это крупный игрок то же самое относится к боковым движениям рынок у нас сломается когда у нас формируется новый максимум выше предыдущего поэтому когда рынок выходит за боковое движение у нас тоже есть вероятно что здесь есть крупный игрок следующее что нам необходимо это конечно же уровне уровне это место где рынок резко поменял свое направление зачастую уровень конечно указывает на цену на которой могли находиться лимитные ордера участников уже вкратце немножко об этом пояснял предположим у вас есть движение и здесь появляется мощный лимит со стороны продавца рынок естественно пойдет дальше вниз когда рынок вновь сюда подойдет есть большая вероятность что здесь до сих пор остались лимитные ордера этого продавца что рынок точно также сделает дальнейшее движение вниз также может быть другая ситуация предположим что здесь первое движение было создано крупным участником рынка второе движение уже реагирующими трейдерами которые видели что ранее цена падала и сейчас делают то же самое то есть здесь начинают активно продавать и происходит разворот как самосбывающиеся пророчества то есть все ожидали движение вниз и она действительно происходит сегодня я вам чтобы экономить наше с вами время дам самый лучший способ строить уровни но вы должны знать что это не все и опять таки на моих платных курсах более детальной информации там рассказано есть разные уровни в каких ставить те или иные уровни это понятное дело у нас сегодня общая информация поэтому запишите два варианта строить уровни первое это когда произошло резкое движение я запишу скобках и напишу желательно слом структуры второе это в боковиках границы боковика давайте с вами построим уровнем для того чтобы построить уровне нам действительно необходимо вот мощное какое-нибудь движение со сломом структуры в идеале здесь их не так и много у нас есть вот эта волна со сломом структуры у нас есть вот эта волна со сломом структуры потому что до этого минимумы и максимумы у нас повышались потом у нас произошел новый минимум ниже предыдущего то есть произошел слом структуры то есть нас интересует два параметра первое это прям крупное движение второе слом структуры следующее минимум и максимум волны я напишу пробоя то есть слома структуры является уровнем ставлю запятую пишу но уровень перед сломом сильнее запишите минимум и максимум волны пробоя слома структуры является уровнями но уровень перед сломом структуры является сильнее вот здесь перед нами участок рынка где был слом структуры вот здесь был слом структуры соответственно у нас здесь волна пробоя вот она минимум и максимум волны является уровнем то есть вот здесь уровень и вот здесь уровень но вот этот уровень перед словом структуры мощнее то есть он сильнее сильнее чем вот этот уровень но все равно этот уровень даст какую-то реакцию понятное дело теперь будем с вами выставлять сейчас эти уровни и пожалуйста потренируйтесь мой вам совет опять-таки приобретете платную версию trading you и потренируетесь возьмите кусок истории пару лет например какого-нибудь инструмента и просто ставьте уровне смотрите как это работает учтите что у вас но придется пару дней посидеть посмотреть как правильно все-таки выстраивать уровне потому что это достаточно важно забегая вперед и еще раз повторю что существует огромная масса способов выстраивать уровне я вам говорю ну вот как построить так чтобы вы особо не на фокапе ли это не самый лучший способ но он лучший в контексте того что здесь ошибиться очень сложно единственное о чем я вас прошу это пожалуйста вот самая главная ошибка которую делают это ставят очень много уровней очень много уровней пожалуйста ставить не нужно уровне должно быть в меру в идеале если от уровня до уровня у вас будет такое расстояние чтобы вы смогли взять сделку и на этом заработать чтобы соответственно ваша сделка отбила несколько стопов и так далее и следующая ошибка которую делают многие трейдеры когда только приступают это то что уровне работает только сверху вниз но не снизу вверх то есть если вы построили уровень на часовике он будет понятное дело работать на часовике и будет работать на 5 минутки на 30 минутки и тогда это есть таймфреймы вниз но он не будет работать на дневке а если вы поставили уровень на 5 минутки он на будет этот уровень будет работать там на минутки на секундных графиках но не на часовике и так у есть здесь падение мы просто выделяем либо свечу перед падением как вариант можем так делать давайте таки будем делать и в данном случае это свеча перед падением вот она нас после этого произошло падение теперь вверх и низ этой волны будет нас уровнем низ волны обратите внимание как я выделю я здесь тоже взял нашел здесь небольшую свечу это же тело этой свечи взял соответственно как уровень иногда будет такое что здесь не будет какой-то свеча рынок просто сделает несколько отскоков от одной области вот чем больше отскоков тем более вероятно что здесь есть хороший уровень почему потому что мы как бы смотрим уровне в контексте того что здесь должны быть лимитные ордера правда и поэтому если было много отскоков мы как бы предполагаем что там есть хорошая плотность лимитных ордеров следующий у нас уровень вот у нас волна со словом структуры вот у нас этот уровень этот уровень кстати я выделял для другого видео если подпишитесь на канал я думаю что вы его увидите рано или поздно и вы я его выделял еще когда не было этого отскока и мы видим как он неплохо уже совсем пару свеч и он уже дойдет до следующего уровня в таком случае нужно выделять более влажных уровень快 Trail ada где где деньги мы понимаем не получаем важный более важный это тот после которого было более серьезные падения чаще всего это тот который дальше находится от текущей цены то есть это вот здесь нашем случае вот этот уровень мы можем убрать он здесь присутствует но видите мы его убираем поэтому если мы будем торговать в данном участке рынка мы постараемся найти его вот здесь да вот на нижнем уровне делайте точно таким же образом вы должны торговать и строить уровни то есть это не конкурс по тому как вы красиво построите уровни а ценность уровней именно в том чтобы дать вам точку входа не в том что вы правильно построили что там рынок развернулся ценность уровня именно в нахождении крупных капиталов крупные капиталы создают крупные движения и поэтому мы должны выделять те уровни где там будут скорее всего крупные капиталы. Мы построили здесь уровни. Давайте откроем другой инструмент, построим там уровни. Давайте возьмем акцию, например, Сбербанка. Вот рынок у нас растет. И теперь нам необходимо найти место, где был слом структуры. Вот место, где был слом структуры. Вот у нас волна со сломом структуры. Вот у нас, соответственно, вот эта область является уровнем. Давайте я построю. Свеча перед падением в самом начале является уровнем. Тот факт, что рынок здесь потом давал отскоки, он закономерен. То есть это не случайность. И это не потому, что я подтасовал историю или что-то в этом духе. Вы можете проделать то же самое, убедиться, что рынок так работает. Вот это не случайность. Вот это не случайность. Вот это не случайность. Это все потому, что здесь находится крупный капитал. Находился крупный капитал. Давайте откроем другой инструмент. Предположим, возьмем фьючерс нефти. Нам необходим слом структуры. В нашем случае вот волна со сломом структуры. Построим здесь уровень. Пока еще рынок не дошел до этой области. Но когда дойдет, 100% реакция будет. Вот у нас слом структуры здесь был. Выделяем свечку перед сломом структуры. То, что рынок вот здесь пробил этот уровень, откатился обратной стороны и пошло хорошее движение, потом, на котором мы могли заработать. И это не случайность. Это закономерность. Это потому, что здесь находятся мощные капиталы. Потому что рынок по-другому работать не может. Давайте откроем другой инструмент. Предположим, возьмем натуральный газ. И возьмем таймфрейм пару часов. Откроем побольше истории. Постараемся найти место слома структуры. Здесь нетрудно догадаться, что вот у нас волна есть со сломом структуры. Вот она. Ни сверх этой волны будет уровнем. И давайте еще раз посмотрим, как рынок реагировал на этот уровень. Вот это закономерно. То, что рынок здесь улетает, это закономерно. Так и должно быть. Где здесь еще можем построить уровень? Да, в принципе, я думаю, этого будет более чем достаточно. Это все. Хорошо. Теперь запишите, зачем нам нужны уровни. То есть, зачем мы заморачиваемся с механикой рынка и так далее. Понятно, что мы ищем крупных участников. Зачем мы нам уровнем? Да потому, что все сигналы, какие-то модели, большую часть модели, некоторые мы можем и так смотреть, но большую часть моделей мы смотрим исключительно на уровнях. Почему, без греха сказать, 99% трейдеров, которые изучают технический анализ, сливают. Безбожно сливают. Хотя методы технического анализа работают. Я показал вам доказательства, что это работает. Более того, статистически проверено, что методы технического анализа работают. То есть, математически это проверено. Это проверяли алгоритмы роботы. Кроме того, ну давайте мы с вами подумаем. Сколько лет уже существует технический анализ? Ну, как минимум 100 лет. Ну, если бы это было лохотронным и кидаловым, оно бы не просуществовало в 100 лет. Ну, логически подумать. Но почему же многие люди на этом деньги теряют? Хотя известно, что это работает. Ну, просто аж выучить. Потому что они все это используют, не понимая контекст и не понимая, где это нужно использовать. У нас весь технический анализ, который мы пойдем дальше, интересует только в том контексте, что в перетекании капиталов, в нахождении крупных участников рынка. Это нас интересует только на уровнях. Вот если вы досмотрели до этого момента и не перелистнули дальше, вы красавчики. На самом деле, обычно люди либо смотрят то, что им хочется, либо просто не досматривают до этого момента. А поскольку вы досмотрели, поскольку вы хотите научиться, у вас есть запал, так сказать, учиться, да? Запишите фразу, которая в будущем определит вашу доходность как таковую. Любая ваша сделка на бирже, абсолютно любая, должна быть ожидаема. Вы должны заранее ожидать, что вы будете делать. Это, без преувеличения сказать, 100% вашего успеха. Можете любого профессионала-трейдера спросить, кто торгует не первый год, кто хотя бы немножко заработал, он подтвердит вот мое каждое слово. Не бывает прибыльных сделок, которые вы не ожидаете. Любая ваша сделка должна быть ожидаема. Спрогнозировать рынок и ожидать сделки мы можем исключительно на уровнях. Во-первых, на уровнях появляется капитал, а значит, там что-то будет, да? То есть, будут какие-то движения. Во-вторых, уровнями пользуется большинство участников рынка, а значит, они тоже будут делать какие-то сделки и превратятся в капитал. Ведь если мы все с вами скооперируемся и будем принимать сделки какие-то, мы тоже создадим какое-то движение, потому что у нас же есть капитал. Это для нас, как для трейдеров, которые торгуют технический анализ, это беспроигрышная ситуация, поскольку мы, когда рынок подходит к уровню, мы уже ожидаем, что мы будем делать конкретно. И в этом нам будут помогать и графические модели, которые мы будем дальше обсуждать, и другие методы, собственно говоря, анализа. Ну, здесь уже платные курсы мои вам помогут понимать по контексту, по движению рынка, ожидать проявления чего-то на уровне. Что ж, теперь мы с вами переходим к графическим моделям. У меня уже затекла спина, но, тем не менее, я не сдался. Графические модели. Участники рынка совершают сделки, которые формируют графические модели. Это важно иметь в виду. Когда мы изучаем графические модели, многие начинающие допускают самую главную ошибку. Они пытаются это зазубрить, выучить. И винить людей в этом не нужно, потому что, в целом, нас с детства так учат. Нас в школе учили именно зазубривать все, заучивать и так далее. Но в трейдинге, к сожалению, это не работает. Если мы хотим зарабатывать на графических моделях, нам нужно понять логику. А логика здесь выстраивается следующим образом. Все графические модели помогают определить, первое, настроение участников рынка. Второе, позиции участников рынка. И третье, вероятность дальнейшего поведения участников рынка. Я сделаю здесь вот так подчеркну. Вероятность. Не факт, что рынок падет, то есть нет ничего железобетонного. На случай, когда это не срабатывает, существуют стоп-приказы. Начнем мы с очень мощной графической модели, называется «Голова и плечи». Еще называется «Гиб», сокращенно. Это разворотная модель. И название фигуры происходит от визуальной характеристики этого паттерна. Она появляется в форме двух плеч и головы. Здесь у нас есть последовательное повышение максимумов. Но минимумы у нас не повышаются. Минимум у нас остается на одном месте. И потом у нас происходит изменение максимума, то есть максимум ниже предыдущего. При пробое так называемой линии шеи, то есть вот этой синей линии, в классическом техническом анализе нас призывают вот здесь вот сразу продавать при пробое. В нормальном техническом анализе, на котором можно заработать, мы делать ничего не будем. Мы постараемся дождаться отката и на откате принимать вот здесь взвешенное решение. Существует обычная голова и плечи и бывает перевернутая голова с плечами. Логика здесь, я думаю, понятна. В одном случае мы говорим о развороте бычьей структуры, бычьего тренда. В другом случае мы говорим о развороте и структуре медвежьего тренда. Теперь, зная механику и логику, давайте мы с вами подумаем. У нас рынок шел наверх. Доминировали покупатели. Покупатели были готовы покупать по высоким ценам. Поэтому у нас образовывался минимум и максимум выше предыдущего. Далее у нас формируется более высокий максимум по отношению к предыдущим. А значит здесь продолжают доминировать покупатели. Когда рынок у нас вновь движется вниз, мы ожидаем, что рынок сделает откат на середине. Это укажет на сильный тренд. Когда мы сегодня обсуждали тренды, я не упомянул про это. Сделаем вот так. Тут я оставлю подсказку на вебинар, посвященный трендовым движениям. Конкретно трендам, чтобы вы понимали. Мы обычно от середины ожидаем появления мощных в случае движения наверх покупателей, в случае движения вниз, соответственно, продавцов. Но зеркально. Этого не происходит. Напротив, рынок сваливается вниз, что указывает, что цена неинтересна покупателям. То есть покупатели могли здесь купить, здесь купить. Но цена неинтересная. Исходя из этого, мы что бы как бы подразумеваем? Мы подразумеваем, что покупатели отказываются покупать по высоким ценам. Это может быть в двух случаях. Первый случай. Покупать банально некому. То есть все, кто хотел зайти купить, они уже зашли в позицию, они уже купили. Второе. Цена очень высокая. И поэтому участники рынка ждут коррекцию, чтобы купить. Когда рынок доходит до минимума, любой минимум и максимум, запишите это, пожалуйста. Любой минимум и максимум всегда это область повышенного спроса, либо предложение. В нашем случае это область повышенного спроса. У нас, естественно, приходят покупатели. Но их недостаточно для того, чтобы создать новый максимум. Они могут создать только максимум в середину, грубо говоря. И рынок после этого разворачивается. То есть эта модель указывает на то, что в рынках у нас покупатели ослабли. Слабые покупатели, я пишу. И это может быть в двух случаях. Либо перекуп. Ну, перекупили рынок. Когда рынок очень долго идет, 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 идет в одну сторону. Все, кто хотел купить, они уже купили. Либо просто цена очень высокая. Такое может произойти при импульсе. Например, на крипте вы будете видеть очень часто такое резкий прострел. И вот тут появление этой фигуры. Цена просто стала очень высокой. И очень дорого стала покупать. И участники рынка отказываются. То же самое зеркально, если мы говорим про перевернутую голову с плечами. Только вместо покупателей здесь, понятное дело, продавцы. Вот пример головы с плечами. Вот он. Я здесь построил уровень. Я не знаю, идет ли он с историей. Но важно, чтобы он шел. Важно, чтобы эта модель была на уровне. Причем уровень может быть так, как я его нарисовал. Может быть уровень вот здесь. В общем, в области этого паттерна должен быть уровень. Вот пример головы с плечами. Я вам посоветовал бы сейчас сфотографировать это. Либо сделать скриншот именно графика. Потому что схемы, это, конечно, здорово. Но смотреть графики нужно в первую очередь. Мы с вами не схемами тут зарабатываем, а графиками. Сфотографируйте, чтобы у вас была картинка перед глазами. Я вам нашел пример более-менее такой идеальный. Потому что в реальности у вас будет еще хуже. У вас в реальности будут прям очень непонятные примеры. У вас будет вот типа такого. Вот у вас рядом пример. Головы с плечами. Вот он. Вот типа такого у вас будет постоянно. Видите здесь? Головы с плечами. 100% не видите, она здесь есть. Вот она. Вот у нас правое плечо, откат, голова, левое плечо. Вот у нас пример головы с плечами, который как раз отвечает на вопрос, зачем нам необходимо ждать отката и так далее. Подтверждение. Потому что если вы обратите внимание, у нас вот тут линия шеи проходит. Давайте я удалю. Вот у нас здесь линия шеи проходит. Рынок ее вот здесь пробил, вот здесь пробил, вот здесь пробил. Каждый раз вы бы пытались сюда зайти в продажу и вы бы на этом деньги теряли на стопах. Вот здесь бы вас отстопило, здесь бы вас отстопило. Но благо это никакая не проблема, поскольку вы сегодня получаете правильный технический анализ и будете понимать, как это работает. Следующая модель это прямоугольник. Выглядит как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограничивающийся уровнем поддержки и сопротивления. Прямоугольник немного отличается от боковика тем, что прямоугольник он небольшой. То есть когда мы имеем прямоугольник, она еще называется очень часто коробочка. Ну просто на сленге так между собой трейдеры называют. И вот эта коробочка, она небольшая. Обычно она 3-4 свечи, ну давайте я напишу 3-6 свечей, в одну и в другую сторону. В общем в этой коробочке невозможно зарабатывать от границ, потому что во флете мы обычно торгуем от границ. А когда мы имеем прямоугольник или коробку, здесь невозможно зарабатывать от границ, потому что здесь очень небольшое расстояние. То есть никак на этом не заработаешь. Чаще всего прямоугольники образуются из-за двух возможных сценариев. Сценарий первый. Какой-то крупный участник рынка, который набирает позицию. Он запирает рынок двумя большими лимитами, играет по сути дела против себя, но из-за того, что рынок очень долго находится в прямоугольнике, он подбирает позицию, нужную ему. Потом убирает лимиты и цена выстреливает. Это первый сценарий. Второй сценарий. Здесь, как это ни странно для вас, есть два участника. Один выставил лимиты сверху, другой выставил лимиты снизу. И рынок не пойдет ни в одну, ни в другую сторону. Он запирается, потому что в рынках и сверху, и снизу у нас есть большие плотности лимитов. Ну и третий вариант – это просто отсутствие торговой активности. Иными словами, участники рынка принимают торговые решения более-менее как-то взвешенно. То есть 50%, грубо говоря, капиталов заходит в продажу, 50% – в покупку. Либо здесь просто толком ничего не происходит. Баланс, грубо говоря, участники рынка уравновешены. Важно уловить определенную логику. Запишите, пожалуйста, при пробое коробки проигравшая сторона выходит по стопам. Стопы являются рыночными ордерами, и поэтому мы можем здесь полноценно ожидать хорошего движения. В нашем случае – наверх. Еще запишите, что обычно расторговывается в сторону продолжения высокого временного интервала. Вот если у вас высокий временной интервал, то есть часовик направлен наверх, и на пятиминутке у вас происходит подобное, это означает, что, скорее всего, с большей вероятностью, у вас пятиминутка из этого боковика, из этого прямоугольника расторгуется наверх. Вот, коллеги, если честно, вот я сейчас ищу в истории идеальный пример, чтобы вам показать, чтобы у вас в глазах была картинка. И это почему классический вопрос, почему классический теханализ не работает. Я не могу найти идеальный пример. Уже промотал огромное количество историй. Даже на истории эта штука особо классическая не работает. И когда мы говорим про коробку в таком обычном, существующем виде, вот как она происходит сегодня, мы всегда имеем не четкие какие-то минимумы и максимумы, а как вот здесь вот на графике. Вот это вот можно считать коробкой. Вот это можно считать коробкой. Хотя визуально, конечно, здесь видится и какие-то другие фигуры, и технически можно сказать, что это не совсем коробка. Вот тоже можно посчитать вот эту, соответственно, фигуру коробкой. Как торговать коробку? Коробка торгуется только после отката с обратной стороны. В нашем случае вот у нас коробка. Произошел пробой. Где-то здесь, на ближайшем откате, мы ищем точку входа. Хотя в реальности с коробкой вы будете встречаться крайне редко. Следующая ценовая фигура – это канал. Ценовой канал представляет две линии тренда, которые располагаются выше и ниже, соответственно, между которыми определенное время движется цена. Здесь логика очень простая. Когда вы имеете ценовой канал, и сверху и снизу у вас, грубо говоря, вот можно провести такие линии, вы всегда должны предполагать, что вот здесь накапливаются стопы участников рынка. Сверху у нас, соответственно, будут стопы продавцов, снизу у нас будут стопы покупателей. Если в рынках есть крупный капитал, он может стриггерить эти стопы. Я в самом начале этого курса говорил про участников рынка, которые собирают ликвидность. То есть может быть такой триггер быть. Мы заходим в эти стопы и потом резко разворачиваемся дальше вниз. Зачастую каналы, конечно, торгуются через ложные пробои. Вот это называется структура ложного пробоя. Очень часто появляется. Очень часто. И важно следить, если вы увидели ложный пробой и видите, что рынок возвращается внутрь этого канала, значит потом будет очень неплохое движение. И это связано опять-таки с тем, что, во-первых, вот эта сторона начнет выходить по стопам. Стопы являются рыночными ордерами. С другой стороны, здесь у вас есть крупный участник рынка, который выкупил все вот эти стопы проигравшей стороны. Как его торговать? Либо ждем ложный пробой, и тогда заходим. Это просто идеальная картина. Либо, когда рынок пробивает эту область, входим на первом откате. Но если вы понимаете, что до этого рынок шел в хорошем тренде, например, можно тогда без отката. Просто вот здесь вот в пробой заходить. Часть ваших сделок будет выходить по стопу, потому что вы можете попадать в ложный пробой, в особенности, когда только начинаете. Ничего с этим не сделайте, если попадаете в структуру ложного пробоя, понимаете, что это ложный пробой, просто переворачивайтесь, да и все. Других вариантов, в принципе, нет. Но благо вот этих вот каналов у вас будет не так и много, на самом деле. Вот пример канала. Это фьючерс доллар-рубль с периодом 2 часа. Вот он. Вот у нас канал сверху, снизу. Рынок его пробивает. Вот место, где вы могли искать точку входа при наличии сигнала. Про сигналы будем говорить чуть-чуть попозже. Нам важно увидеть вот эту вот структуру. Опять же, сфотографируйте, пожалуйста, вот эту вот структуру себе на смартфон, чтобы у вас было... Давайте я поставлю вот так. Напишу канал. Канал. А вот теперь поставите на паузу и сфотографируйте. Следующая фигура – это флаг. Она очень похожа на структуру восходящего либо нисходящего канала. Только когда мы имеем флаг, все-таки это происходит локально. При появлении каналов каналы могут длиться очень долго, они могут длиться несколько часов, дней. Иногда бывает такое, что канал длится несколько месяцев. Когда мы имеем флаг, это очень локальная структура. И она, конечно же, образуется благодаря тому, что у нас участники рынка, которые вот здесь заходили в покупку, начинают фиксировать свою покупку. В следствии этого у нас происходит такой небольшой откат. Флаг – это фигура продолжения. И с большой вероятностью рынок пойдет дальше в сторону пробоя. То есть вот он шел наверх, значит, он означает, что дальше он пойдет наверх. Давайте с вами запишем немного определений касаемо флага. Это очень важно. Первое. Всегда надо ждать пробоя. В некоторых случаях на некоторых инструментах все-таки после флага продолжается движение вниз. Поэтому нам важно дождаться пробоя. И не опасайтесь выносов за границу флага. Это абсолютно нормально. Вы можете видеть вот такую структуру. Это нормально. То есть бывает такое. И это связано, конечно, с тем, что в рынках сейчас очень много участников. И какие-то случайные колебания вполне нормальны. Вот один из примеров флага. Вот импульс. Вот он, пример флага. Здесь дальше тоже пошел разворот. И обратите внимание, здесь на флаге был вынос. Это то, о чем я говорил минуту назад. В современных рынках вот так торгуется. Вот еще пример флага. Вот он. Образованный несколькими свечками. Это все тоже считается флагом. И тоже торгуется в продолжении. Вот тоже пример флага. Вот он. И вот пример флага. То есть нам важен импульс. А потом откат вниз. При работе с флагами, потом впоследствии вам это понадобится, когда мы торгуем флаги и смотрим флаг, мы, во-первых, ждем пробоя одной из границ. И работаем с флагами так же, как и с откатами. Я запишу вот такую фразу. Это откаты. То есть флаг это откат. И поэтому работаем мы с ними точно так же, как с откатами. Фигура вымпел. Схематично выглядит подобным образом. Это графическая фигура продолжения тренда чаще всего, которая возникает после сильного ценового импульса. Это еще в классическом техническом анализе называется так называемый древко вымпела. Затем идет формирование зоны коррекции, которая имеет вид небольшого сходящегося треугольника или клина. В чем логика? Очень простая. У вас рынок сделал памп. Не обязательно памп. Главное, чтобы просто здесь было хорошее движение, на которое вы посмотрите и скажете, да, батюшка, да здесь хорошее движение. Вам дальше необходимо увидеть, что рынок идет вниз, и нижняя граница, ее как будто бы кто-то подпирает. Если мы на схему здесь посмотрим, как будто бы здесь кто-то подпирает. И на самом деле не как будто бы кто-то подпирает, а реально подпирает, потому что здесь находятся лимиты покупателя. И вот у нас получается такая ситуация, что у нас с одной стороны лимиты покупателя, а с другой стороны у нас есть активные давящие продавцы. Эти продавцы сформированы за счет того, что в рынках у нас произошло резкое движение. И участники рынка начинают фиксировать свою прибыль, фиксировать свои позиции, вследствие чего у нас происходит коррекция с одной стороны. А с другой стороны у нас умный участник начинает вот здесь вот подбирать этот инструмент. Запишите важное условие. Мы всегда ждем пробоя. Без пробоя не заходим. Если увидели эту фигуру и рынок еще не пробил, мы не заходим. Также запишите, что существуют ложные пробои. То есть они как вариант, вот здесь может произойти вот такой сценарий. И даже хорошо бы, если бы он произошел. Не всегда он, конечно, бывает, но хорошо бы, если бы он был. И еще один из вариантов, который я частенько торгую, когда у нас происходит либо ложный пробой, либо без него. И коррекция верхнюю границу. И происходит вот здесь. Вот здесь можем искать точку входа. Давайте я запишу, что идеально ждать коррекции. Вымпел и флаг это два сапога пара. То есть по сути дела это об одном и том же. И они и выглядят плюс-минус точно так же, как и между друг с другом. Потому что если вы нижнюю границу продлите, у вас будет по сути дела тот же флаг. Просто вымпеле мы обычно имеем активного покупателя, в нашем случае, который активно заходит в покупку. Когда мы имеем флаг, заметим, когда я говорил про флаг, я ничего не говорил о том, что вот здесь кто-то выкупает и так далее. А вымпеле явно это присутствует. Поэтому по качеству сигнала, конечно, вымпел на голову выше, чем флаг. Но логика и структура, по сути дела, об одном и том же. Вот один из примеров вымпела. Вот у нас есть так называемая древка вымпела. И вот у нас вымпел. Вот он. Вот эта структура. Согласитесь, немного отличается от схемы. Потому что мы все-таки ожидаем увидеть что-то красивое. Но обычно оно вот все вот такое. Ничего с этим не поделаешь. Вот тоже два примера вымпела. Резкий прострел. Вот вымпел. И вот второй раз то же самое произошло. То есть обратите внимание, это может выглядеть немножко по-разному. Важно уловить суть, что у нас снизу есть мощный покупатель, который не пускает цену вниз. И поэтому при движении вниз здесь и формируются такие рыночные артефакты, как снижение волатильности, появление хвостиков у свечей. Все это свидетельствует о наличии крупных лимитов покупателя в нашем случае. Следующая фигура называется симметричный треугольник. В данном случае не особо не имеет значения для этого движения вверх или вниз. Важно, как формируется этот треугольник. Он формируется за счет последовательно понижающихся максимумов и повышающихся минимумов. Формирует треугольник. Обычно эта ситуация указывает на то, что в рынках есть два крупных участника. Сверху, соответственно, давит продавец, лимитами снизу давит покупатель. Они пытаются друг друга вынести. Мы заранее не можем сказать, кто здесь кого вынесет. Конечно, есть вероятность, что рынок все-таки продолжит свое дальнейшее движение. Вот шел вниз и дальше будет идти. Но не зная, какие здесь позиции крупных денег, мы заранее не можем сказать, что там будет происходить. По этой причине здесь единственное, что нам остается, это ждать реализации. Если рынок пробивает верхнюю границу, с огромной вероятностью участник рынка, который здесь продавал, начнет активно выходить. Вследствие чего мы будем видеть движение наверх с последующим откатом и продолжающимся дальнейшим движением. То же самое зеркально, но в обратную сторону, если будет движение вниз. Здесь то же самое у нас будет. Исполнение стопов с этой стороны. Откат и последующее движение. Когда вы увидели эту структуру, давайте мы с вами запишем, вам необходимо постараться ничего не делать. У вас в рынке сцепилось два крупных участника. Это знаете, как в том меме. Дед с батей сцепились каждую пятницу одно и то же. Вот то же самое здесь. Два крупных участника сцепились. Нам здесь делать нечего. Поэтому мы ждем, кто из них будет терять деньги и тогда уже присоединимся к победившей стороне. Еще зачастую бывают ложные выносы в этой структуре. Например, быть такой вынос и последующий рост. Вот один из примеров этого треугольника. Обратите внимание, что рынок пробивает эту область, пробивает очень быстро. И здесь прям появляется большая волатильность. Это все показатель того, что тут исполнялись стопы. А после этого произошел откат. То, о чем я, ну что вам показывал, да? С последующим движением наверх. Вот еще один из вариантов. Чуть дальше. Такое место как раз в то время я торговал это все на реале. Там прям было видно, как два крупных участника пытались вынести друг друга. И вот появлением вот таких фигур там было абсолютно нормальным. Потом в конечном итоге один другого сожрал. И здесь, если мы обратим внимание, пошел серьезный рост. И опять же, почему здесь такой большой серьезный рост? Если мы обратим внимание, опять же, здесь повышенная волатильность, что указывает на исполнение стопы. Фигура, восходящий треугольник. В данном случае это паттерн продолжения. Считается с классического технического анализа. И формируется между горизонтальным уровнем сопротивления и восходящей линией поддержки. Почему формируется? Я думаю, вы уже ну как-то интуитивно уже догадываетесь, что здесь у нас появляется мощный участник, который выставляет свою заявку на продажу. Рынок, в силу того, что не может ее поглотить, начинает от нее отпрыгивать. Но поскольку рынок до этого находился в восходящем движении, каждый раз у нас в рынке участники рынка хотят покупать по более высоким ценам. Это признак обычно силы покупателей. И признак того, что здесь участники рынка хотят покупать все серьезнее, все выше и выше и выше и так далее. Понятно, что с большей вероятностью этого участника выкупят. И, соответственно, рынок дальше пойдет наверх по его стопам. Начнут исполняться его стоп-приказы. Но здесь давайте мы с вами запишем. Мы сегодня с вами не классический технический анализ все-таки изучаем, а нормальный, человеческий. Мы с вами запишем, что важен контекст. Давайте мы рынок разделим на две категории. Первая категория появление этого паттерна после пампа. Рынок резко выстрелил и здесь появляется вот такая фигура. С большой вероятностью, скорее всего, здесь участник рынка, который создал этот памп, вот здесь, либо участники рынка, которые заходили до этого, начинают фиксировать свою прибыль. Поскольку цена очень сильно выстрелила, находится на хаях, так сказать, на максимальных точках, вот эти вот небольшие коррекции, новые минимумы, формируют мелкие участники, у которых не так и много денег. Они рано или поздно закончатся, и по этой причине здесь возрастает вероятность движения вниз. В вторая стадия у нас просто обычное движение. То есть рынок может действительно выстреливать, но не резкий памп, как это происходит в предыдущем случае. Вот когда здесь появляется треугольник с огромной вероятностью, рынок продолжит свое дальнейшее движение. Это, по сути дела, говорит о том же самом, только в данном случае здесь у нас продавец, сформирован либо просто небольшими кратковременными фиксациями, либо просто кто-то, ну, случайно, грубо говоря. Вот у участника большая позиция. Например, у меня был клиент один, который получил в наследство огромное количество акций «Газпрома». Он поставил свою заявку в рынок и на рынке стал формироваться треугольник, как явно показатель того, что рынок не может сразу поглотить, соответственно, его объемы. Но, тем не менее, у него не было никакого умысла. То есть он заходит в рынок и как бы рынок сожрал его лимиты и пошел дальше после этого треугольника. И давайте еще запишем. Важно ждать реализации. В современных рынках к сожалению, классический треугольник уже особо не работает. То есть всегда будут какие-то прострелы. Сюда, сюда будут прострелы, возвраты и так далее. Важно ждать реализации. Важно ждать, чем это все закончится. Увидели фигуру треугольник, не делайте ничего. Это самое разумное решение. Подождите лучше пробоя и уже на откате к этой структуре, где-то вот здесь, вот найдете точку входа. Но в саму структуру лучше не заходить. И еще мы с вами запишем, чем выше таймфрейм, тем лучше. Тем точнее будет ваш сигнал и тем больше, с большей вероятностью, рынок все-таки отработает эту точку входа. Вот у нас пример восходящего треугольника. Вот он. После этого произошел пробой и вот здесь вот на откате можно принимать какое-то решение. Нисходящий треугольник. Все то же самое, что и восходящий, только зеркально. И покажу вам пример, почему я говорил о том, что необходимо ждать реализации. Вот прямо перед вами нисходящий треугольник. Вот он. Движение вниз. Вот треугольник. А теперь посмотрим, что было дальше. Видите, он не сработал. И это неудивительно. Потому что, ну, современные рынки, они много ложных сигналов дают на техническом анализе. По этой причине я говорю, ждите реализации. В любом случае, если вы торгуете треугольник, у вас всегда будет реализация. Будь то вы торгуете, например, нисходящий треугольник, как в нашем случае, у вас либо рынок пробьет и откатит с обратной стороны, либо сделает, как вот здесь. Пробьет верхнюю границу и откатит к ней с обратной стороны. Вот в этих местах вы можете искать точку входа. С восходящим движением то же самое. Есть у вас восходящее движение. У вас либо вот такой вариант, либо вот такой вариант. И здесь вы тоже можете искать точку входа в сторону пробоя. Заранее предсказать, куда будет пробой, практически невозможно. Потому что мы не знаем, какая здесь торговая позиция у крупного участника. Ну вот, например, в нашем случае, допустим, здесь у крупного участника было 100 миллионов. Потом у него там 90 миллионов. Потом у него 80 миллионов. У него все равно остается большая позиция. Мы не знаем, сколько у него в рынке осталось на самом деле. Мы можем только сказать, уже когда произошел прорыв. Далее. Восходящий клин. Очень похож, по сути дела, на треугольник. Когда мы имеем восходящий клин, мы всегда подразумеваем, что здесь находится мощный продавец. Опять-таки, цена запирается. Но из-за того, что рынок у нас сильно упал до этого, у нас в рынок заходят мелкие участники, которые здесь пытаются купить. Поэтому каждый минимум у нас повышается, но при этом верхушка толком не трогается. Здесь у нас крупные лимиты крупного продавца, и поэтому рынок не может поглотить его. Понятное дело, что находясь в структуре, мы всегда имеем знак вопроса. То есть, когда вы находитесь непосредственно вот здесь, вот здесь в структуре, лучше ничего не делать, потому что, как и в случае с треугольником, с вымпелом, вы не знаете, какая здесь позиция крупных участников или крупного участника. Также вы не знаете, какой здесь спрос на этот инструмент. Можете предполагать, но лучше, конечно, заходить постфактум. Нам это, по сути дела, неважно. Ожидать что-то ли в этом духе, нам важно зайти постфактум, потому что, если рынок пробивает верхнюю границу, этот крупный участник будет выходить из позиции, значит, будут исполняться его стоп-приказы. Соответственно, можем ожидать дальнейшее движение. То же самое характерно и на движении вниз. Значит, эти мелкие участники начнут выходить, и у нас будет хорошее движение. Нисходящий клин. Все то же самое, но зеркально. В данном случае в рынках у нас есть мощный покупатель, и он потихонечку поджимает рынок. А теперь давайте мы с вами немного сравним фигуру вымпел и фигуру восходящий клин и нисходящий клин. Что между ними общего? А общего у них это поджатие вот здесь, поджатие там, где находится крупный участник, крупные лимиты крупного участника. В нашем случае вот здесь, в случае с восходящим клином в обратную сторону. И вам необходимо просто смотреть, вот где рынок, куда рынок с большей неохотой идет, там с огромной вероятностью находятся, соответственно, мощные лимитные ордера. В нашем случае мощные лимитные ордера покупателей. Ведь если мы обратим внимание, рынок с большей охотой формирует новый максимум ниже предыдущего на нисходящем клине. Конечно, это говорит о том, что в рынках у нас нет сверху крупных лимитов на продажу. Исходя из этого, мы понимаем, что уж поскольку лимитные ордера является своего рода некой стеной, здесь у нас сверху нет этой стены. И поэтому, если по каким-то причинам стригерятся стопы этой стороны, рынок очень сильно улетит. Потому что его банально здесь, сверху, ничего не держит. Он может просто резко улететь. И последняя фигура, которая очень часто встречается, это двойная вершина и двойное дно. Бывает еще так же некоторые трейдеры делают тройную вершину тройную дно. В данном случае паттерн предполагает это паттерн разворота и она выглядит либо как буква V, либо как буква M. В случае с тройной вершиной либо тройным дном, то есть у нас появится вот такое. Но здесь уже появляется своего рода как некая структура коробки, да? Что-то такое. Я думаю, вы догадываетесь, почему это происходит. Потому что сверху у нас находятся лимиты крупных участников или снизу вот здесь и происходит такой активный выкуп. До этого рынок находился в покупках, следовательно, он перенасыщен уже покупателями. У нас появляются мощные лимиты продавца, которые останавливают цену. И когда рынок идет за ближайший минимум, у нас эти участники, которые здесь покупали по верхушкам, начинают резко выходить, вследствие чего у нас происходит коррекции. Давайте мы с вами запишем еще небольшой нюанс. Ждем коррекции пробоя. То есть, когда мы имеем, например, двойное дно и у нас происходит движение, классический технический анализ учит нас вот прямо вот здесь покупать при пробое так называемой линии шеи. В современных условиях это не работает. По этой причине нам необходимо ждать коррекции. То есть, мы пробили эту область, ждем коррекции, только тогда заходим в покупку вот здесь. При наличии сигнала. Про сигналы поговорим в следующем блоке. И еще мы с вами запишем следующее. Что двойная, что тройная вершина либо дно может торговаться в разных масштабах. Например, рынок может идти наверх, буквально там серии свечей нарисовать двойную вершинку. а также рынок может например допустим тот же самый участок то есть сформировать уже полноценными такими вершинами двойную вершину. Вот пример двойной вершинки буквально серии свечей. Одна серия свечей и другая. Вот еще один пример тоже двойной вершины серии свечей. Вот пример двойного дна целыми движениями. Вот у нас минимум минимум. они примерно находятся в одной плоскости. Вот пример тройного дна серии свечей. Раз два три. Опять-таки это работает не потому что график нарисовал такой, а потому что здесь находится мощный покупатель. И почему мы ждем реализации? Потому что вот у нас есть верхняя граница и вот у нас место где мы будем принимать решения. Мы не будем заходить в пробой. Хотя на истории вам будет казаться что ну что-то не то мне этот гуру сейчас заливает на ютубе. Я буду заходить в пробой потому что ну здесь же понятно на истории вам будет казаться что вот такие примеры именно нужно брать в пробой. Но если мы посмотрим и вот буквально глазом посмотрим вот сюда здесь у нас тоже тройное дно но пробой был вниз. Почему так? Потому что надо ждать реализации заранее мы не можем сказать. Будет реализация будет откат на откате зайдем. у нас есть когнитивные искажения и вам же хочется торговать вам же хочется зарабатывать вам же хочется узнать какой-то секрет да вот я вам тут вроде как секреты говорю ваш мозг сейчас будет намеренно выискивать это в истории и намеренно выдавать желаемое за действительное по этой причине всегда ждем коррекции кто бы вам что ни не говорил на коррекции уже будем заходить потому что опять-таки вот у нас пример двойного дна вот пример двойного дна серии свечей вот после этого мы видим пробой линии шеи вот у нас пробой линии шеи да если бы вы заходили в этот пробой вы бы деньги потеряли поэтому нам необходимо ждать соответственно коррекции а коррекции здесь не было вот один из примеров двойного дна и это двойное дно это сделка была у меня в феврале я ее брал тогда я заработал очень даже неплохо у меня до сих пор здесь стоит уровень это акция лукойла рынок очень сильно упал делает коррекцию снова очень сильно падает делает коррекцию и вот наша точка входа вот у нас область где мы ищем точку входа область шеи и вот у нас происходит вот здесь коррекция вот здесь я заходил прямо с утра если бы вы тут проморгали точку входа можно было заходить чуть дальше например вот здесь можно было заходить или там чуть дальше с блоком связанным с графическим анализом мы закончили слава богу дальше будем изучать свечные модели если вас интересует больше различных графических моделей даже не графических а понимание как вообще рынки понимать именно как мы расшифровывали сегодня паттерны милость просим на наше платное обучение там это еще более детальнее разжёвано и как бы позволит лучше разобраться потому что тут я дал общую информацию далее мы сейчас из будем изучать свечные модели прежде чем мы пойдем дальше разрешите вам кое-что показать для книжки одного автора который посвятил свою жизнь изучению японского анализа японских свечей вот сколько можно написать посвященным анализом до посвященному анализу чтобы вы не думали что это постановка ли что-то в этом духе давайте откроем вот это вот допустим эти здесь описаны свечные модели я вам это показал к тому что вы у вас сто процентов если вы начинающий обязательно появится желание это все изучать и так далее самое главное у вас появится желание это все зубрить изучить потому что здесь я это рассказываю к тому что поскольку вы начинающий у вас сто процентов будет желание это все зазубрить выучить найти какие-то закономерности и так далее я занимаюсь рынками 15 лет у меня не получилось найти закономерность книжки которые вам показывал вот этого автора у него тоже не получилось он не зарабатывает всяком случае я не видел ни одного подтверждающего факта который бы указывал что этот автор который пишет эти книжки зарабатывает это видео я начал с того что я вам продемонстрировал что я зарабатываю на рынке что я знаю как это делать и поэтому сейчас я не буду вам намеренно давать какие-то паттерны чтобы вы их без зубрили чтобы там свечки и так далее вы на этом деньги не заработать вы заработаете на правильном понимании рынка которая позволит вам понимать различные японские свечи что вам необходимо знать что у всех свечных паттернов у всех свечек есть три элемента первый элемент который отображается свечными паттернами это настроение участников рынка то есть мы можем заранее сказать они покупают продают как они вообще в целом оценивают рынок второе японские свечи позволят вам находить крупных участников и их позиции ну и третье это все позволит вам все в совокупности найти идеальную точку входа у японских свечей есть два элемента первый элемент это тело что такое тело я думаю вы знаете второй элемент это соответственно хвосты либо тени анализируя эти два элемента мы можем понимать о силе либо слабости продавца либо покупателя также анализируя эти два элемента мы можем понимать о том где находится лимитные ордера той или иной стороны если свеча у нас полная то есть у нас нет теней в нашем случае отображается медвежья свеча то о чем это говорит это говорит о том что в процессе торгов вот у нас торги рынок шел вниз не создавая никакие откаты это говорит конечно же о силе силе в нашем случае продавцов теперь предположим что у нас свеча и у свечи половина свечи закрыта половина имеет хвост если мы предположим что у нас были какие-то торги это означает что рынок шел и вот где-то здесь закрылся то есть у нас в процессе торгов рынок шел вниз но продавцы не смогли отстоять вот эти цены и рынок закрылся наверх наверху это говорит о том что у нас продавцы все равно еще сильные но не настолько как в предыдущем варианте я напишу продавцы слабеют и вот у нас третий вариант рынок у нас идет вниз упирается в определенную точку отскакивает и где-то здесь завершает свое движение у нас формируется такая свечка нашем случае мы можем сказать что у нас продавцы слабые все тоже самое но зеркально мы относим к покупателям здесь у нас покупатели слабые поскольку они не смогли захватить и удержать новых цен здесь у нас покупатели слабеют но здесь у нас покупатели сильные эту схему пожалуйста себе либо сфотографируйте либо заштрихуйте как-нибудь у себя в тетрадке это очень важно потом впоследствии когда мы будем изучать сейчас свечи вы будете понимать насколько это важно сколько это ценно запишите себе это определение чем больше свеча тем сильнее сторона если у нас например следующая свеча вот предположим это график цены следующий обычай свеча у нас больше вот предыдущий это говорит о том что здесь у нас продавцы стали еще более сильными чем в прошлый раз это применимо и зеркально да если мы говорим о медвежьем примере также это применимо и в обратную сторону чем меньше свеча тем слабее сторона почему так происходит я думаю вы прекрасно понимаете потому что в рынках у нас есть два типа ордеров рыночные и лимитные соответственно если у нас цена растет значит у нас рынках доминируют рыночные ордера это говорит о силе о агрессии да ну нашем случае покупателей либо продавцов если быть пример то покупателей если в рынке больше лимитных ордеров то это говорит конечно же о слабости и как это будет происходить вот именно структурно если рынок у нас предположим растет у нас формируются свечки далее кто-то допустим ставит здесь большую лимитную заявку на продажу лимитная заявка как вы помните у нас является преградой стеной то есть цена у нас не может пойти выше этой лимитной заявки следовательно у нас свеча начинает сжиматься ну что она не может пойти дальше наверх пока куда там стоят и эти лимитные ордера и таким образом мы говорим что это признак слабости покупателей то есть у покупателей недостаточно денег для того чтобы выкупить вот эти лимитные ордера продавца и поэтому свечи здесь сжимаются также здесь могут появляться вот такие хвосты здесь если немножко в этом покопаться вы наверное спросите ну если появляется хвост значит котировки меняли же и шли наверх следовательно значит здесь нет лимитных ордеров сейчас на самом деле крупные участники не всегда просто выставляют какую-то плотность то есть поставили ордеры сидят и ждут нет иногда они прибегают к использованию алгоритмов и когда цена подходит в эту область они начинают усиленно выставлять лимитные ордера то есть вы заранее не сможете это увидеть на графике это будет проявляться вот именно такой на хвостом важно увидеть реализацию свечи то есть важно увидеть что у вас было сжатие свечи именно по телу а появление хвоста только усиливает соответственно данную формацию и усиливает в нашем случае слабость покупателей обратите внимание как это происходит на графике как это происходит с ценой вот у нас цена идет движется вниз свечи у нас полный указывает на силу продавцов рынок доходит до области здесь появляются лимиты покупателя а то что они здесь появляются это понятно потому что вот у нас тут уровень находится уровень пусть и локальный не так как я вас учу но он здесь присутствует это минимум локальный и здесь появляется покупатель покупатель выставляет свою заявку у нас свечи начинают сжиматься происходит сжатие это указывает на то что продавцы не готовы не могут так сказать своими капиталами поглотить вот этого покупателя это происходит каждый раз это происходит и вот здесь вот здесь происходит вот здесь происходит вот здесь происходит так же это и происходит в обратную сторону вот у нас рынок идет наверх опять доходит до лимитов вот здесь происходит сжатие вот здесь происходит сжатие вот здесь происходит сжатие вот здесь откройте пожалуйста график который вы собираетесь торговать инструмент которого собираетесь торговать посмотрите как у вас это будет я думаю что то вы найдете огромное количество подобных примеров. Или вот как дальше идет рынок, допустим, идет хорошими полными свечами, доходит до какой-то области, здесь происходит сжатие, вот происходит сжатие, вот происходит сжатие. Запишите следующее определение. Аномально большие свечи – это признак слабости. А если мы сейчас… Давайте я открою график. Еще раз, аномально большие свечи – это признак слабости. Вот вы должны открыть тот инструмент, который вы собираетесь торговать. Почему я и говорю, что лучше, конечно, брать обучение, потому что там есть эта информация, как это понимать. Вам придется немножко самостоятельно потупить. Вот вы должны открыть график и посмотреть, какие в среднем у вас свечи. И здесь вот мы открыли график Лукойла с таймфреймом 1 час. Мы видим, что здесь свечи бывают разные. Бывают вот такие вот свечки, большие. Бывают маленькие. А бывают очень аномальные, аномально высокие. Вот аномально высокая свеча. Вот аномально высокие свечи. Вот тоже что-то похожее на аномально высокую свечу. И давайте обратим внимание, что было после этого. Аномально высокая свеча – разворот. Аномально высокая свеча – разворот. Здесь разворота не было, но рынок остановился. Вот аномально высокая свеча. После этого разворот. Аномально высокая свеча. После этого разворот. Следующая формация называется поглощение. Здесь указана схема с классического учебника поглощения. Для поглощения важно, чтобы был разрыв в котировках. Здесь, если обратить внимание, вот у нас есть минимум. После этого цена у нас открывается с гэпом. То есть вот у нас открытие происходит в следующей свечи. И эта свеча поглощает предыдущую. Вот так вот это должно быть в классическом понимании. В реальном мире это может выглядеть немножко иначе. В реальном мире у нас может быть открытие свечи быть вместе с другой. Из-за того, что в реальном мире у нас торги сейчас достаточно полные. Вот у нас есть медвежья свеча. А следом должна быть бычья свеча. То есть как бы поглотить предыдущую свечу. Все это должно быть в нужном месте. Это либо уровень. Вообще все эти формации, которые мы сейчас рассматриваем, я забыл про это сказать. Поэтому, пожалуйста, это укажите. Это либо уровень, где мы это смотрим. Либо тогда, когда рынок прошел АТР. В рамках этого курса мы не рассматриваем АТР. Вот здесь вот будет вебинар, посвященный АТРу. Посмотрите, пожалуйста, в подсказке ссылку, поймете. То есть когда у нас закончился АТР. Ну, либо на наших платных курсах. Я думаю, что если вы их смотрите, у вас даже таких бы и вопросов не было. Ну, да ладно. Либо на тесте паттерна. То есть, да, вот здесь. Вот здесь. Или, например, вот здесь. Или, например, вот здесь, да. Ну, через треугольник. В реальном мире этот паттерн выглядит следующим образом. Предположим, у вас такая свечка медвежья. До этого было медвежье движение. Здесь уровень. И следующая свечка у вас вот такая. Она как бы поглощает предыдущую. Этот сигнал, скажем честно, этот сигнал хреновый. Но в соответствующих условиях он как бы дает хорошую точку входа. Но в соответствующих условиях. То есть, если это уровень. Если закончился АТР, например. И вы уверены, что, ну, как бы вы уже находитесь в месте, где должен появиться сигнал. Да, например. Или это тест какого-то паттерна. Да, вот здесь где-то. Тогда да. Тогда это даст хорошую точку входа. Но вы должны быть в этом уверены. То есть, вы должны ожидать эту точку входа. Если вы не ожидаете точку входа, видите поглощение. Ну, такое на самом деле. И опять-таки, почему так происходит? Потому что, когда мы имеем поглощение, оно очень легко формируется. То есть, я как-то раз зашел всего лишь в позицию на полмиллиона, по-моему, немного. Немного для этого инструмента, я имею в виду. У меня образовалась такая свечка. И, конечно же, кто-то бы обязательно думал, что это какое-то поглощение. Стал бы искать. А я просто открыл позицию. Поэтому здесь нужно, конечно, смотреть, где это происходит. Потому что, если это какой-то полный инструмент, вы находитесь в нужном месте, ищите сигнал, тогда, да, тогда это поглощение указывает на то, что у вас есть крупный участник, который триггерит вот эти вот стоп-приказы продавцов, которые здесь находятся. И при их триггере, конечно же, продавцы начинают массово входить в позицию, то есть массово покупать, у вас рынок начинает снова вырастать. Вот так это выглядит. Также поглощением может заканчиваться другой паттерн. Например, здесь у нас была перевернутая падающая звезда. И после этого у нас было поглощение. Тоже как вариант. Или, например, рынок шел наверх, появилась падающая звезда. И вот появилось поглощение. Тоже неплохой сигнал на продажу. Но дело, еще раз говорю, не в свечке. А дело в том, что здесь у нас продавец. И на это указывает хвостик. Так, далеко не будем ходить. Вот паттерн, который я назвал перевернутой звезда. Хотя это не совсем правильно, но тем не менее. Вот у нас поглощение. То есть эта свечка поглощает предыдущие. Почему я говорю, что это достаточно сложный паттерн, и его нужно применять в нужном месте? Потому что вот пример поглощения. И мы видим, что здесь он хоть и сработал, но здесь не было ни уровня, ничего подобного. И по этой причине здесь обязательно каждый бы студент, каждый человек обязательно увидел бы поглощение. Вот тоже пример поглощения, но это на пустом месте. Мы его не торгуем. Поэтому нам нужно именно находить все эти поглощения в нужных местах. Вот еще пример поглощения. То есть свеча как бы поглощает предыдущие. И понятное дело, чем больше свеча поглощает предыдущие, тем лучше. То есть в идеале увидеть вообще что-то вроде подобного. Когда у вас одна свеча поглощает серию предыдущих. Вот еще один из примеров поглощения. То есть идет серия небольших свечек, а потом бац, резкое поглощение вниз. Важным условием являются, конечно же, небольшие свечи до этого. И я, пожалуй, еще, наверное, уже в пятый или в шестой раз скажу, что это не совсем поглощение с классической точки зрения. Поэтому если будете где-то писать на форуме, что вот там прошло поглощение, вас могут не понять. То есть люди стараются найти именно, чтобы был гэп, там вся вот эта вот история. И они никогда это не находят. То есть в реальной жизни поглощением вот такого плана. Это связано с тем, что у нас торги сейчас очень ликвидные. Поэтому не думайте, что я вам что-то тут заливаю не то, потому что у вас будет казаться, что у меня вот что-то не то он сказал и так далее. Я вам говорю все то, что работает у меня. Вот у меня работает такое поглощение, вот такого плана. С гэпом я никогда в своей жизни, в принципе, не сталкивался. Но вполне подозреваю, что, возможно, есть инструменты, где будет гэп. Например, если мы откроем какие-нибудь акции России, то на российских акциях, не ликвидных, да, там, конечно, будет что-то вроде подобного. А вот далеко не будем ходить. Вот у нас пример классического поглощения на акциях. Вот оно. Вот оно. Прям классическое. Как нам повезло. Рынок открывается. Я сейчас увеличу, чтобы вы видели, как это происходит. У нас закрытие торгов было вот здесь. Вот оно, закрытие торгов было вот здесь. Вот оно. Рынок у нас следующую свечу открывает вот здесь. Открытие происходит с гэпом и происходит закрытие, соответственно, вот этой свечи. На акциях слаболиквидных такое вполне присутствует. Теперь мы с вами сейчас изучим несколько свечных моделей. Но делать мы с вами будем это не как делает большинство, которое теряет деньги, а будем делать как небольшое меньшинство, которые хотят разобраться и которые хотят зарабатывать. Одна из моделей называется «Падающая звезда». И она выглядит схематично подобным образом. На развороте рынка у нас формируется свеча с небольшим телом и большим хвостом в сторону движения. О чем нам это говорит? Ну, не трудно здесь догадаться. Вы уже человек подготовленный. Очевидно, что здесь находится продавец. Рынок не смог сожрать этого продавца и, следовательно, он начал двигаться вниз. То есть, здесь есть стена, а цена у нас своего рода как некий мяч. Да, ударился и откатил в обратную сторону. Тело, само тело, то есть бычье это тело будет или медвежье, не имеет никакого значения. Более того, здесь, возможно, какие-то другие вариации. Например, здесь может появиться хвостик или что-то в этом духе. Абсолютно нормально. Важно увидеть, чтобы вот эта тень была большой. Чем больше она будет, тем лучше. Может быть, даже аномальная тень, прям огромная тень. Это вот прям будет просто шик. На крипте очень часто я на крипте очень много сделок таких брал. Ну, прям вот, извините за такое слово, но дохрена я брал таких сделок. Вот реально. Рынок резко памп делает. Появляется такая свеча. И после этого разворот. На колени я здесь захожу. Ну, если я вовремя поймал, я могу здесь при определенных условиях. Но вы стараетесь на колени заходить. То есть, когда у вас рынок сделает колено, и вы здесь на колени заходите. Для вас это индикатор, что здесь находится продавец. И рынок не может его сожрать. Потом у вас будет опыт, будете понимать, что можно и без колена заходить. Я показываю вам примеры для движения вниз. Вот пример. Как это может выглядеть на графике. Рынок двигается наверх. Небольшое тело свечи. И с хвостом. Вот еще пример. Вот здесь, кстати, я брал сделку. Это у нас часовик. Если память не изменяет, по-моему, брал. Но не суть. Рынок выстреливает. Появляется такая свеча. Происходит разворот. Вот тут может быть ваша точка входа. Но про точки входа поговорим чуть позже. Смотрите, вот тоже пример такой свечи. Но если мы будем идти с классической точки зрения, с классического теханализа и свечного анализа, это не падающая свеча, это другое что-то, что я конкретно не знаю, но очень похож. Вот уже один из примеров. Важно уловить суть, да? То есть у нас есть движение наверх. Появляется такая свечка. Происходит такой вот импульс. Где здесь искать точку входа? Точку входа мы всегда ищем на движение в обратную сторону. То есть у нас должна появиться свеча в обратную сторону. Причем свеча хорошая такая, наполненная, которая укажет на силу, в нашем случае, продавцов. Если вы обратите внимание, здесь был пример. Вот у нас свечки пошли потом вниз, да? Вот, который указывает на силу продавцов. Здесь у нас тоже есть свечки, которые указывают на силу продавцов. Вот у нас пример для обратной ситуации. Да? Когда мы имеем падающую звезду, ну как бы уже с логики понятно, звезда падает с неба, да? А здесь обратная ситуация. То есть когда мы имеем движение вниз, появление такой свечи и разворот. Вот, вот этот пример, вот пример, вот пример, вот пример. Их достаточно много. Точно так же торгуется, как и торгуется свеча падающая, да? Здесь тоже ждем. Импульс, но в нашем случае вот здесь можно было искать точку входа. Вот здесь можно было искать точку входа и так далее. Я сейчас вам показываю это все в отрыве от контекста. Контекст здесь тоже очень важен. Но здесь предыдущие блоки вам помогут. Следующая формация это пин-бар. Разворотный паттерн свеча, которая имеет длинный острый хвост. Маленькое тело, которое находится в диапазоне предыдущего бара. Одна из теней отсутствует или очень маленькая. Вот так это выглядит в классическом виде. То есть мы должны иметь бычью свечу для медвежьего пин-бара. После этого появление медвежьего пин-бара с большим хвостом. И движение вниз. В реальности могут быть разные форматы. Может быть вот здесь будет бычья свеча. Важно, чтобы у вот этой центральной части была большая тень. Чем она больше, тем лучше, но без фанатизма. То есть если она прям будет совсем анонимальная, то в принципе тоже хорошо. Главное, чтобы она была наверх. Допускается появление теней вот здесь. Тоже может быть не слишком сисок. Но если тень вот здесь будет очень большой и перекрывать предыдущие свечи, мы тогда это не будем использовать. Важно, чтобы эта тень находилась внутри вот этой бычьей информации. Также бывают просто появления одной свечи. То есть когда идет рынок, появляется вот здесь такая свеча, появляется, соответственно, тень. Трейдеры очень часто говорят, что это тоже пин-бар. Хотя вы теперь знаете, что это падающая звезда и так далее. Суть не важна, но опять-таки суть в том, что здесь суть не в названии. Торгуется эта одинаковая суть именно в наличии вот здесь крупного продавца. Рынок не может его сразу поглотить. И по этой причине у нас и формируется такой большой хвост. Собственно говоря, вы это уже знаете и понимаете, как это торговать. Так называемых пин-баров на самом деле очень много. Попытайтесь посмотреть на графике, попытайтесь сказать, где здесь пин-бары. Здесь нетрудно догадаться, что вот у нас пин-бар. И если мы обратим внимание, тело пин-бара находится в теле предыдущей свечи. И вот у нас происходит импульс. Вот это обыденное явление, вот как это выглядит в реальности. То, что я вам показываю, пожалуйста, фотографируйтесь, снимайте на смартфон, чтобы у вас было в голове понимание. Вот еще один из примеров пин-бара. То же самое тело находится в предыдущей, но мы стараемся увидеть пин-бар, ну где-то вот здесь, на минимуме. Иногда у вас будут вот такие варианты. Это все тот же самый пин-бар, он находится возле минимума. Главное, чтобы потом была хорошая реализация. Здесь она есть. Следующая формация это молот. Здесь визуально свеча похожа на молоток, висящий на рукоятке. Если мы с вами вернемся на пару слайдов назад, вы, наверное, опознаете здесь падающую звезду. А вот у нас падающая звезда, переверните это, будет молот. То же самое, что и в паттерне падающая звезда. Один в один, да? Один в один. И мы предполагаем наличие здесь покупателя. Пример этот я уже на графике показывал, поэтому еще раз его показывать не буду, нет смысла. Следующая формация это дожи или доджи. В зависимости от школы трейдинга, одни называют дожи, другое доджи. Свеча дожи формируется, когда цены, открытие и закрытие одинаковые. Это говорит о состоянии неопределенности со стороны покупателей и продавцов. И никто не контролирует ситуацию. Здесь у нас и желательно увидеть, чтобы и тело было маленькое, и хвосты. То есть в идеале это должно быть вот такого формата. То есть типа крестик, да? Это абсолютно неопределенность. И тут понятно почему. Потому что у нас и не сильные покупатели, и не сильные продавцы. Но в то же самое время, если видите дожи, это означает, что в самое ближайшее время что-то решится. Рынок находится в таком чудовищном балансе. Вот вспомните советские весы, да, с чашками. И стоит на чашу упасть, буквально там перышко кто-нибудь положит, и она оп, резко опустится. Здесь то же самое. Ну если это было, например, движение наверх, да? И дальше у вас после этого начинают триггериться стопы вот этих покупателей. Проигравшая сторона начинает фиксировать убытки. И у нас происходит движение. Вот у нас примеры дожи. Вот, вот, вот. Максимальная неопределенность в этот момент. И после этого в рынок приходят какие-то капиталы. Буквально немного хватает, чтобы цену сбить. Вот у нас пример дожи. Вот у нас тоже пример дожи. Вот у нас тоже пример дожи. Запишите такую фразу. После дожи рынок обычно улетает. Это связано с внутренней механикой. Опять-таки, я думаю, вы понимаете почему. Потому что в рынках у нас сцепились две стороны. То есть, дед с батей сцепились по пьяни. Каждую пятницу одно и то же. Вот то же самое, да? У нас две стороны. И вторая сторона начнет фиксировать убытки. Она сильная, такая же, как и противоположная. И дальше будет происходить хорошее движение. Мы переходим с вами в блок, посвященный индикаторам. Индикаторов существует огромная масса. Если вы сейчас откроете свой терминал и попытаетесь добавить индикатор, там будет по меньшей мере сотни этих индикаторов, я буду говорить вам самое эффективное, которое мной лично используется, мной лично проверяется, мной лично время от времени торгуется. Это скользящая средняя. Еще называется moving average. Сленговое название машка, moving и так далее. Это инструмент технического анализа, который представляет из себя линию, которая отображает среднюю цену за определенный временной период. Знаете, мне пришла сейчас в голову достаточно очень простая аналогия. Предположим, вы пришли на базар, покупаете яблоки. И вам звонит жена или супруг и говорит, а почем сейчас яблоки? И вы, не помня, сколько стоит у каждого продавца либо покупателя, называете первую сумму, ну в среднем сколько будет стоить, да? В среднем сколько стоят яблоки на базаре. Moving Average делает то же самое. Она усредняет цену, она показывает в среднем сколько стоит цена. Для того, чтобы добавить Moving Average, нам необходимо, я показываю на примере TradingView, в вашем терминале это будет по-другому. И я показываю в TradingView, как добавить индикатор в вашем торговом терминале, может быть это как-то по-другому. Нужно нажать сюда. Далее написано, написать скользящее среднее. Добавляем. И у нас появился индикатор. После этого нажимаем настройки. Аргументы. Метод EMA. Длина 200. Метод сглаживания. Exponational Moving Average, так называемый. Есть еще Simple Moving Average и многие другие. Здесь, если вы захотите заморочиться, можете каждый термин повбивать в Google и про каждый узнать. Мы не будем сегодня это смотреть. Причина этого в том, что здесь разницы толком нет никакой. То есть поставите вы EMA или Simple Moving Average. В принципе, плюс-минус, везде все одинаково. За исключением каких-то деталей. Но некоторые торговые системы, которые вы потом в будущем будете использовать, они будут критичны к этим деталям. Поэтому, естественно, если вам это понадобится, вы должны знать, что, конечно, методов подсчета скользящей средней бывает много. Далее, нас интересует длина. Длина – это еще называется период скользящей средней. По умолчанию мы ставим 200 Moving Average, то есть период 200. Это означает, что скользящая средняя индикатор считает среднее показание цены на инструмент или в нашем случае на криптовалюту за 200 период. То есть в нашем случае таймфрейм 1 час за 200 часов. В сутки у нас 12 часов, поэтому если мы поставим здесь период 12, например, в месяц 200, мы сможем видеть среднюю цену на протяжении 12 часов. И таким образом мы сможем как бы на одном графике с помощью скользящей средней примерно представлять, что происходит на дневном графике. Очень удобный инструмент на самом деле. Далее данные. Здесь можно выделять данные по закрытию свечи, по открытию свечи, по минимуму, по максимуму, по открытию минимума, максимума и так далее, по объемам и так далее, и так далее, и так далее. И в зависимости от этих данных, которые вы укажете, скользящая средняя будет вам показывать средние цены закрытия, средние цены минимума, средние цены максимума и так далее. Пока вы начинаете, рекомендую просто ставить закрытие. Потом уже будете ставить что-то другое. Существуют разные способы торговли скользящих средних. Во-первых, первое для чего используют скользящие, их используют для направления сделки. Если цена выше, я напишу скользящий средний, то есть Moving Average, то тогда нужно покупать. Если ниже Moving Average, то тогда нужно продавать. Это связано с тем, что если цена находится выше скользящей средней и продолжает расти, давайте я здесь сделаю, и продолжается движение. Иными словами, вот есть у меня скользящая средняя. Меня будет интересовать, что у нас цена будет здесь продолжать дальнейшее движение. То есть, если будет просто какой-то рывок и скачок, просто пробой, мы еще ничего не делаем. Нам важно увидеть истинный пробой, откат к этой области и дальше уже начинается движение. Изменение цены выше скользящей средней указывает на то, что в рынках у нас доминирует бычий тренд. Покупатели покупают, следовательно, средняя цена у нас растет, ну и также цена у нас также растет. То же самое зеркально для медвежьего тренда. И здесь нетрудно догадаться, что скользящая средняя как бы следует за ценой. То есть, цена всегда первична. А потом уже происходит влияние на скользящую среднюю и любые другие индикаторы. И скользящая средняя, Moving Average, всегда запаздывает. К этому мы еще вернемся, поэтому запишите это, пожалуйста. Второе. Мы можем брать отскоки от скользящей средней. Если рынок растет, и у нас есть, предположим, цена, мы можем брать отскоки. Вот здесь мы можем заходить в покупку. Здесь мы можем искать точку входа на покупку. И третье. Мы можем использовать скользящую среднюю в других стратегиях. Например, есть торговая стратегия перекрестия скользящих средних. Используется большая скользящая средняя, например, с периодом 200. И медленная, например, с периодом 33. В случае пробоя медленной большой, мы тогда встаем в сторону медленной. Скользящие средние – это трендовый индикатор. По этой причине он очень неплохо работает в тренде. Вот пример отскоков, как рынок дает отскоки. Вот тоже пример отскока от скользящей средней. И вот пример отскока от скользящей средней. То есть это довольно неплохо работает в тренде. Но когда рынок находится в пиле, во флете, это дает очень много ложных сигналов. Например, вот рынок у нас находится в пиле. Но здесь нетрудно догадаться, нетрудно увидеть, что здесь было очень много ложных сигналов. И, конечно, здесь бы вы, если бы ориентировались на скользящую среднюю, использовали бы отскоки от скользящей средней, вы бы на этом деньги потеряли. Поэтому мы всегда стараемся вначале анализировать цену. Вначале у нас цена, потом уже скользящая средняя. В этом курсе я даю вам скользящую среднюю, понимая, что вы начинающий и понимая, что у вас будут проблемы с определением трендовая структура, флетовая структура, вы будете в этом тонуть. Я это прекрасно понимаю. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы покупали платные курсы мои, где там это все, где-то не разжевано, чтобы вы в этом не утонули. То есть у вас нет возможности, например, какой-то или по каким-то другим причинам, хотя я не знаю, 5000 рублей, я думаю, что каждому. Ну ладно, это отдельная история. То тогда вы можете ориентироваться на скользящую среднюю. Я вам ее даю только для этого, чтобы вы определяли направление движения. То есть вы посмотрели, ага, у меня рынок сейчас находится выше скользящей средней. Это означает, что у вас на рынке гипотетически с большой вероятностью находится бычий тренд. Но в идеале все-таки смотреть вначале цену. Мы можем определить трендовое движение по наличию минимумов и максимумов, которые повышаются. На схемах это очень просто рисовать и очень просто это понимать, когда вы поторгуете годика три, например. Вы будете это понимать. Но поначалу, ну либо если у вас есть специфические знания, как это делать, опять-таки здесь оплатные курсы вам помогут. Но если нет у вас ни того, ни другого, ни третьего, используйте тогда скользящую среднюю, ориентируйтесь тогда на нее. Вы также можете использовать разные скользящие средние. Вот здесь оставлю вам ссылку в подсказках, если не забуду, конечно, на тему скользящих средних, стратегии скользящих средних. То есть мы можем использовать разные скользящие средние. Например, если мы добавим скользящую среднюю с периодом 33, она неплохо показывает в стадии взлета, либо стадии падения. Давайте я вам сейчас покажу. Я добавляю, нажимаю индикаторы, после этого скользящие сбиваю. Тоже ставлю Exponational Moving Average и ставлю 33. И поставлю другим цветом. Обратите внимание, в момент, когда рынок начинает резко ускоряться, эта скользящая средняя дает неплохие отскоки. Буквально копейка в копейку. После того, как рынок ее пробивает, рынок начинает делать глубокие коррекции. И опять та же самая история. Рынок ускоряется, дает довольно неплохие отскоки. Пробивает ее, начинается коррекция. Здесь то же самое. Рынок дает довольно неплохие отскоки, пробивает ее, начинается коррекция, либо боковик. То есть просторов для применения скользящей средней, возможностей для заработка здесь на самом деле очень много. Вот, например, здесь тоже видим 33-ю очень неплохо держит. После этого рынок начинает ускоряться и ускоряется 33-я, пробивает ее в обратную сторону, начинается коррекция. Опять начинается новая стадия, опять пробивает, начинается коррекция. Иными словами, с этими скользящими средними есть, ну можно целую талмуд написать на самом деле. Или множество есть торговых стратегий и так далее. Я хочу вас немножечко предостеречь от этого, потому что сам я, к сожалению, в свое время полгода в этом плане копался. У вас будет огромное желание найти какую-то торговую стратегию, чтобы голову, грубо говоря, не включать на скользящих средних. Не получится у вас, придется заморачиваться, придется все равно что-то как-то смотреть и так далее глазками. Хорошо, давайте теперь будем соединять все вместе. Во-первых, вам необходимо найти уровни, построить их. Второе, вам необходимо найти паттерн, который вы будете смотреть на уровне. Например, построили уровень, ввели двойную вершинку. В-третьих, вам необходимо найти свечную комбинацию. Либо свечную комбинацию вот здесь появится она, либо, например, на откате с обратной стороны вот здесь у вас появится свечная комбинация. Для определения направления сделки, если у вас с этим есть проблемы, вы используете скользящую среднюю. Если у вас с этим проблем нет, открываете высокий временной интервал, смотрите, что на высоком временном интервале, куда у вас рынок направлен. Если он направлен вниз, соответственно, эту сделку берете. Если он направлен вверх, тогда либо нужно уменьшать объем торговой позиции, либо тогда эту сделку пропускать. Единственная наша задача на рынке – это найти крупные лимиты игроков. Это наша единственная задача. Все остальное в виде надстроек, свечек, технического анализа и так далее – это все носит второстепенный момент. Это все носит задачу именно прикладную, чтобы нам помочь найти крупные лимиты игроков. Единственная наша задача – это их найти и зарабатывать вместе с крупными деньгами. С чего мы начинали этот курс, тем мы его с вами и закончим. Мы сейчас немножко с вами проторгуем то, что я вам сегодня сказал. Буквально пару сделок мы сделаем в режиме симуляции. Вот здесь вот сверху будет находиться плейлист с моими реальными сделками с реального счета. Также вы там можете встретить мой торговый отчет на протяжении 5 лет. И сможете убедиться, что это все работает. И более того, вам это необходимо посмотреть для того, чтобы уложить это в голове. Потому что теория без практики – все-таки трейдинг – это в первую очередь про практику. Потом уже теория, всякие эти смарт-мани, там ликвидности и так далее – это уже потом. Поначалу мы все-таки должны ориентироваться на практику. Поэтому вот здесь смотрите плейлист, там куча моих сделок с объяснением логики точки входа-выхода и так далее. Смотрите и образовывайте. Итак, вот у нас пример. Первое, что мы делаем – мы открываем с вами высокий таймфрейм. У нас часовик, значит нам необходимо открыть 4 часа. Здесь ежу понятно, что мы находимся в структуре восходящего тренда. Минимумы и максимумы у нас повышаются. Далее переходим снова на часовик. После этого нам необходимо найти место, где появился уровень. Для этого смотрим минимумы и максимумы. Вот у нас минимум-максимум, минимум-максимум, росли. Вот у нас волна, которая сформировала пробой последнего минимума. То есть произошел здесь слом структуры. Верх и низ этой волны будут являться уровнями. Вот у нас появление сигнала. Появление свечи с большим хвостом. Все это происходит в области уровня с небольшим телом. Здесь мы можем, в принципе, смело заходить в покупку. Здесь также еще отбой от скользящей средней. Как мы еще можем здесь заходить? В идеале, конечно, дождаться сюда движения. Здесь поискать точку входа. Но рынок нам это не дает. Также при пробое уровня мы ждем коррекции к нему. И заходим на коррекции. Тоже заходим вот так в покупку. После того, как рынок пробьет этот уровень, мы его поднимем вот сюда. Теперь у нас вот здесь волна пробоя со словом структуры. Поэтому уровень потом, после пробоя, будет вот здесь, если рынок, конечно, пробьет. Вот у нас еще появился сигнал. При пробое мы подошли со стороны пробоя. То есть вот мы подошли. И нарисовался здесь хвост. И опять же, просмотря этот видеокурс, вы уже понимаете, что дело не в хвосте. Не в том, что тут вот такая свеча. И поэтому... Дело в том, что здесь находится мощный капитал. И свеча об этом свидетельствует. Она появилась в нужное время, в нужное место. Если бы эта свеча появилась вот здесь, мы бы ее игнорировали. Она появилась в нужное время, в нужное место. обратим внимание что цена снова подошла к скользящей средней и опять у нас появляется сигнал вот происходит снижение свечей с последующим импульсом наверх и вот свеча поглощению ну и дальше рынок идет наверх вот примерно подобным образом нам необходимо торговать если мы собираемся торговать технический анализ я вам сегодня дал такое понимание рынка которое поможет вам потом в будущем зарабатывать миллионы только вот этим пониманием можно вообще в целом зарабатывать и хоть что-то хоть что-то заработать в общем-то на рынке все остальное к сожалению от лукао если вы будете зубрить учить эффекта не будет это сто процентов и понятное дело сегодня я дал вам урезанную версию я сказал так чтобы вы скажем так я предполагаю что вы начинающий я рассказывал в таком контексте чтобы даже если бы налажали мы бы все равно остались при своих то есть я вам рассказал именно таким образом что он сегодня извините за такую грубую фразу но сегодня вы точно там не наделаете штаны и при самом плохом сценарии вы все равно хоть что-то заберете с рынка если вас интересует больше интересуют более углубленное понимание не только технического анализа объемного анализа понимание как находить правильный капитал как на этом зарабатывать милости прошу на мои платные курсы обучения на них ссылка находится в описании вы получите выжимку с моей 15-летней практики с моей 15-летнего опыта я расскажу вам по сути дела что нужно делать вот первое второе третье четвертое пятое что вы дел нужно делать сейчас потом и тогда делать то 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 голова у вас перестанет болеть вы будете понимать что вам нужно делать и будете заниматься делом будете делать правильные вещи потому что сейчас вы нашли это видео я более чем уверен в надежде посмотреть одно видео сейчас зарабатывать трейдингом будем с вами откровенны по одному видео на ю тубе вы явно не заработаете миллионы это попросту невозможно мы с вами взрослые люди мы понимаем что ну так не бывает если бы так было все просто только конечно же каждый бы посмотрел ролик на ю тубе заработал конечно же все значительно сложнее и этой сферой занимаются люди годами годами пытаются заработать в особенности если они самостоятельно а пытается это все освоить у них не получается потому что они не знают как и что конкретно нужно делать я знаю что конкретно нужно делать я знаю как нужно делать я вам это помогу разобраться я вам расскажу что конкретно вам нужно делать чтобы зарабатывать деньги на бирже хорошо с помощью моей обучающей программы 1 разработайте свою торговую систему заточенную под тот рынок который вы собрались торговать под ваш депозит под ваши хотелки она будет полностью индивидуально я понимаю что скорее всего вас нет опыта вы еще не понимаете насколько важно написать свою индивидуальную уникальную торговую систему но поверьте это самое важное все успешные трейдеры которые зарабатывают имеют торговую систему и я в том числе и она всегда уникальна второе вы научитесь читать графики с помощью спроса и предложений сегодня мы просто вот краешком краешком коснулись тему перетекания капиталов крупных участников и так далее есть манипуляция рынков и все это я передам вам как манипулируют крупные капиталы как они загружают выгружают позицию и так далее в третьих вы научитесь зарабатывать деньги на рынке так же как зарабатываю я деньги на рынке так же как зарабатывают мои студенты вы тоже сможете зарабатывать просто делайте то что я вам говорю делайте правильные слова когда вы будете смотреть мое обучения вообще выкиньте нахер что вам там кто говорил там что вы услышали прочитали и так далее делайте просто так как я вам говорю у вас будет результат я вам это обещаю просто делайте исследуйте обучающей программе у вас будут результаты это не неминуемы за это можете даже не переживать просто делайте выполняйтесь то что я говорю выполняйте это я постоянно баблю на эту тему потому что всегда больная тема всегда когда я прошу людей делать то что я говорю что делать вечно начинается вот это самое сложное я не смог научить людей вот следовать обучающей программе вот по пунктам как я говорю так и делайте не надо делать от себя тяну тогда будете зарабатывать очень много здесь денег реально куры не клюют бабла здесь очень много очень много но проблема в чем кроется проблема кроется в том что эти деньги находятся у людей подготовленных которые сюда пришли не на шару заработать не с пониманием что вот сейчас нажмут там заработаю миллионы мы взрыв взрослые люди мы понимаем что конечно у вас должна быть подготовка это как как бизнес вы должны к этому подготовиться все оставлю ссылку в описании нашей школе уже семь лет мы работаем семь лет и за это время нет ни кучи уголовных дел я не в бегах все работает как часики это показатель того что мы делаем все правильно все у нас в общем то это не какой-то там скам проект или что-то в этом духе сам я квал инвестор у меня есть соответствующая квалификация аттестованный банком россии у меня есть аттестат квал аттестат центрального банка я внесен в реестр квал инвесторов российской федерации также у нас есть лицензия на образование мы работаем полностью в белую выдаем договора если вам нужно то есть работаем по договорам выдаем вам чеки за это можете даже не переживать после приобретения у вас будет официальный чек об оплате логин и пароль от нашей образовательной платформы в нем будут те курсы которые вы приобрели я покажу сейчас на своем кабинете вот например курс аграль да здесь в каждом уроке есть определенные после приобретения у вас будет официальный чек об оплате логин и пароль от нашей образовательной платформы нашей разработки в нем будет находиться те курсы которые вы приобрели вот я вам показываю один из курсов курс аграль каждый курс разбит на главы главы свою очередь разбиты на уроки и в каждом уроке есть видео наполнение не текстовое наполнение кратко выжимка того что есть видео если по ходу повествования нужно будет дать какие-то дополнительные материалы также дополнительный материал если ваш комплект обучения входят домашние задания выполняете домашние задания нажимаете обзор прикрепить и действующий трейдер с опытом с пониманием торговой системы с пониманием как конкретно нужно зарабатывать проверяет ваше домашнее задание дает комментарий по нему ну и рассказывать если вы что-то неправильно сделали рассказывает как переделать чтобы было правильно ну и также в любой момент вы можете связаться с куратором через переписку вконтакте либо оставить заявку на электронную почту самое главное вы будете пошагово поэтапно получать вы уже видели на примере собственно говоря вот этой лекции что у меня неплохо получаю меня реально есть талант вот объяснять мне это всех говорят что мы сегодня вот от меньшего к большему потихонечку потихоньку в курсах то же самое то есть курсах дается самая базовая информация даже если вы ничего не понимаете рынке мы постепенно 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 подбираемся таким сложнейшим вещам которые но по час даже люди которые там 10 лет торгуют они не понимают ну вы поймете потому что нет ничего сложного главное к этому потихонечку подбираться самое главное у вас появится почва под ногами вы будете понимать что конкретно вообще нужно делать что нужно делать куда нажать чтобы поднять бабла как-то как прось я желаю вам удачи и счастья благополучия подписывайтесь на канал и загляните пожалуйста в описании удачи зарабатывайте